Итак, вы в отпуске, но все пошло не по плану. Если вы падаете со скалы, сделайте всевозможное, чтобы разбить свой путь вниз на несколько частей. Чем короче, тем лучше. Вы замедлитесь, и шансов выжить у вас будет гораздо больше. Постарайтесь ухватиться за какой-нибудь крепкий предмет, например, куст или выступающий камень, на пути вниз, чтобы замедлить движение. Кусок дерева или доска также могут оказаться полезны. Они помогут вам смягчить удар о землю. Если сковородка загорелась, не бегите с ней на улицу и не пытайтесь потушить огонь водой. Это только ухудшит ситуацию. Накройте пламя металлической крышкой. Таким образом вы перекроете огню доступ к кислорода. Ваши движения должны быть быстрыми, но плавными и спокойными. Не забывайте держать крышку между собой и пламенем, и не снимайте ее до тех пор, пока сковорода не остынет. Если огонь небольшой и управляемый, можно попробовать потушить его с помощью соли или пищевой соды. А вот разрыхлители, мука или другие кулинарные порошки, которые выглядят как соль или пищевая сода, только навредят, потому что их химический состав отличается. Если вы оказались в охваченной паникой толпе, ваша главная задача – создать вокруг себя некоторое пространство. Для этого держите руки у груди, согнув их в локтях. Боксеры часто используют эту позу для защиты жизненно важных органов. Не идите поперек толпы, двигайтесь вместе с ней, медленно смещаясь к одной из ее сторон. Будьте осторожны, чтобы не преградить никому путь, потому что в этом случае вас могут столкнуть на землю. Если вы в толпе со своей семьей, посадите ребенка на плечи, пусть более слабые члены семьи передвигаются впереди вас. Таким образом вы сможете контролировать движение и никого при этом не потеряете. Если на вас напали сзади на улице, наступите атакующему на ногу. Делайте это изо всех сил и цельтесь в верхнюю часть стопы. Этот нехитрый прием может повредить или даже сломать несколько костей стопы, после чего атакующему будет затруднительно преследовать вас. Если вас заперли в багажнике автомобиля, попробуйте послать сигнал бедствия людям снаружи. Для этого поищите провода задних фонарей. Их обычно должно быть не менее двух на каждый фонарь. Найдите в багажнике что-нибудь острое и перережьте один из проводов. Когда вы снова соедините его частью, свет мигнет. Если тормоза вашего автомобиля вдруг перестали реагировать, попросите пассажиров, если они у вас есть, убедиться, что их ремни безопасности пристегнуты. Затем включите аварийное освещение. Подайте другим водителям сигнал, что у вас возникла аварийная ситуация, используя гудок и дальний свет. Сильными и резкими движениями продолжайте выжимать педаль тормоза. Таким образом можно создать давление в тормозной системе. После этого осторожно переключите передачу и установите рычаг переключения передач в положение L. Если у вашего автомобиля механическая коробка передач, выжмите педаль сцепления. Затем попробуйте использовать ручной тормоз, но делайте это очень осторожно, не торопясь. При резком движении ваш автомобиль начнет уходить в занос. Чтобы замедлить машину, можно пробовать поворачивать влево и вправо, перестраиваясь из одного ряда в другой. Если вы провалились сквозь лед в ледяную воду, постарайтесь дотянуться до края льда. Не пытайтесь вылезти, хватаясь из-за него. Край будет продолжать отламываться, и вы быстро устанете. Работайте ногами, пока ваше тело не окажется в воде в горизонтальном положении. После этого начинайте вылезать из воды и наваливайтесь на лед, как это делают тюлени. Как только вы беретесь, не вставайте. Оставайтесь в лежачем положении. Ваш вес будет распределяться по большей площади, и лед не сломается под вашей тяжестью. Самый эффективный способ помочь человеку, который подавился – выполнить маневр геймлиха. Но что, если вы сами подавитесь, когда будете одни? Сожмите одну руку в кулак и расположите большой палец над попком, но ниже грудной клетки. Перехватите этот кулак другой рукой и перегнитесь через край стола или стула. Затем начинайте надавливать на верхнюю часть живота быстрыми толчками вверх. Продолжайте до тех пор, пока посторонний предмет не выскочит. Или можно встать на локти и колени, а затем очень быстро выбросить руки вперед. Вы упадете плашмя на пол, вытянув руки перед собой и ударившись грудью и животом о землю. Это вытолкнет воздух из ваших легких и с большой долей вероятности вытеснит то, что застряло в дыхательных путях. Этот процесс весьма болезненный, но он может спасти вашу жизнь. Если, находясь в море, вы заметили приближающийся к вам водоворот, не паникуйте. Если вы понимаете, в какую сторону он вращается, старайтесь грести по направлению вращения и используйте течение водоворота, чтобы вас отбросило от воронки. Если вы начнете с ним бороться, вас, скорее всего, затянет внутрь. Также есть шанс, что водоворот прекратится или станет слабее ближе ко дну. Поэтому, если вы все же угодите в эту ловушку, сделайте глубокий вдох и ждите возможности отплыть и вынырнуть на поверхность. Если вы оказались в падающем лифте, лягте на спину и постарайтесь занять как можно больше места. Ваши жировые отложения и мышцы за счет упругости поглотят силу удара. Если не можете лечь, попробуйте сесть. В любом случае, это лучше, чем стоять. Ваша пятая точка будет действовать как подушка безопасности в автомобиле. Но какую бы позу вы не приняли, постарайтесь закрыть голову. Лучший способ это сделать – выставить одну руку перед лицом, а другую положить на затылок. Гроза может застать вас на открытой местности, где совсем негде спрятаться. Встаньте на колени или сядьте на корточки, зажав голову между коленями и закрыв уши руками. Если в этом районе есть какой-то высокий объект, держитесь от него подальше на расстоянии не менее двух его высот. Другие люди тоже считаются. Если вы попали в грозу с группой людей, рассредоточьтесь, пока все не закончится. Если вы оказались под обломками, например, во время землетрясения, ваша главная задача – защитить органы дыхания. Кроме того, вы должны обеспечить себе запас воздуха. Снимите рубашку и завяжите низ узлом. Затем наденьте ее обратно на голову через отверстие для шеи. Узел должен находиться на макушке вашей головы. У вас получится импровизированный капюшон, который защитит ваше лицо от пыли, песка и мусора. Это также обеспечит вас небольшим запасом кислорода, чтобы попытаться выбраться на поверхность. Если вы видите приближающийся торнадо, а в вашем доме нет подвала, ложитесь в ванну. Возьмите подушку, чтобы защитить голову от мусора, который может на вас упасть. Специалисты утверждают, что трубы в стенах ванной комнаты добавляют этому месту прочности. Но если в вашей ванной комнате есть окна или просто выходящая на улицу стена, лучше выбрать более безопасное место. Например, шкаф. Чем больше стен отделяет вас от торнадо, тем лучше. При пожаре в доме опаснее всего дым. Если окажетесь в ловушке в горящем здании, пригнитесь и ползите к ближайшему выходу. Дым обычно поднимается к потолку. Вот почему стоит держаться поближе к полу. Если у вас есть кусок ткани или носовой платок, приложите его ко рту. Так вы получите фильтр от дыма. Если вы застряли в зубучих песках, делайте все возможное, чтобы постоянно держать голову и руки над поверхностью. Начните осторожно шевелить ногами. Зубучие пески должны заполнять освободившееся пространство. Как только сможете, вытянитесь на спине. Продолжайте делать небольшие и осторожные движения, пока ваши ноги не освободятся. Вы также можете попробовать поделать движения руками, лежа на спине. Это поможет вам вытянуть ноги. Если лавина тащит вас вместе с огромной массой снега, старайтесь оставаться сверху. Для этого совершайте плавательные движения всем телом, как если бы вы двигались против течения реки. Когда почувствуете, что лавина замедляется, попытайтесь поднять что-нибудь над ее поверхностью. Это может быть ваша рука, нога или лыжная палка. Так спасателям будет легче вас найти. Кроме того, сделайте небольшой воздушный карман перед лицом и постарайтесь замедлить дыхание, чтобы сохранить как можно больше воздуха. Если такие события происходят с вами одно за другим, может вам стоит проснуться. Реальный мир пока не настолько опасен. Обычные спички можно превратить в водонепроницаемые. Нанесите на них тонкий слой лака для ногтей и дайте ему высохнуть. Спички останутся достаточно сухими, чтобы развести огонь, даже если вы уроните их в воду. Если вы заблудились зимой и хотите пить, не ешьте снег. В снежинках содержится больше воздуха, чем в воде, так что вы вряд ли почувствуете насыщение. К тому же ваш организм потратит на это много энергии. Более того, температура тела может упасть и вы заболеете. Если вы встретились лицом к лицу с койотом или волком, не поворачивайтесь к нему спиной. Медленно отступите. Однако это может сработать только если животное одно. Если же вы встретили стаю, первым делом нужно сделать так, чтобы вас нельзя было окружить. Отойдите к дереву и прижмитесь к нему спиной, а после выберите подходящий момент, чтобы на него забраться. Несколько слоев одежды согреют вас лучше, чем одна теплая шуба или пуховик. Воздух будет зажат между слоями, они изолируют вас от холода и не дадут вам замерзнуть. Если вы заблудились в лесу, постарайтесь не спать на земле. Соорудите импровизированную кровать из веток и листьев или растяните гамак между деревьями. Ночью температура воздуха падает и земля становится холодной. Не рассчитывайте на костер, ведь он может затухнуть, пока вы спите, а земля начнет забирать тепло вашего тела. Вы в лодке посреди моря. Еды нет, рыболовные сети тоже, а есть хочется. Это должна была быть трехчасовая прогулка. Ну что ж, рыбу можно поймать при помощи шнурков и любого другого предмета, будь то телефон, часы или ключи. Тень, которую лодка отбрасывает в море, может привлечь рыб, а предмет будет приманкой. Привяжите ключи к шнуркам, у вас получится удочка. Даже если не будет клевать, подобные действия – отличный способ сохранить рассудок, находясь в открытом море. Короткая медитация может спасти вас от панической атаки. Сфокусируйтесь на своем дыхании и попытайтесь его замедлить. Ваш мозг тут же успокоится и переключит внимание с нарастающей паники. Кислородные маски в самолетах работают по тому же принципу. Контролируя свое дыхание, вы отвлекаетесь от всего, что происходит вокруг. Вы знали, что факел можно сделать из бревна? Установите небольшое бревно вертикально и сделайте глубокий разрез в форме звезды сверху. Внутрь углубления положите сухую траву, листья и палочки. А затем подожгите. Бревно будет гореть не меньше трех часов. Это должно сработать с бревном любого размера и типа древесины. Встретившись с разгневанным гризли, не пытайтесь от него убежать, потому что медведь легко вас догонит. Вместо этого лягте и не шевелитесь. Обычно медведи бросаются в атаку только если чуют опасность. Если вы дадите медведю понять, что не доставите ему проблем, скорее всего он уйдет. Стоит заметить, что это работает только с гризли. Если стычка неизбежна, медленно отступите назад и воспользуйтесь спреем, отпугивающим медведей. Если у вас такого нет, подойдет и перцовый баллончик. Он дезориентирует медведя и отпугнет его. Или нет. Не ешьте лесные ягоды или грибы, если вы в них не разбираетесь. Они могут быть ядовитыми. Если у вас нет других вариантов, ешьте кленовый, березовый и сосновый луп, чтобы избавиться от чувства голода. Срежьте верхний грубый слой коры дерева. Вы найдете под ним белую мягкую массу. Луп можно сварить, чтобы он стал мягче или поджарить на открытом огне до образования хрустящей корочки. А если вы очень голодны, поищите муравьев. Выглядят они не совсем аппетитно, но зато очень питательны. Если у вас нет часов, то определить, сколько времени осталось до заката помогут ваши пальцы. Поднимите руку вверх, ладонью к себе. Пальцы должны оказаться строго между солнцем и линией горизонта. Посмотрите, сколько пальцев войдет в этот промежуток. Толщина одного пальца равна примерно 15 минутам. Так вы можете посчитать, сколько осталось до заката. Если вы заблудились и решили развести костер для привлечения внимания, подкиньте в него сосновые и кедровые ветки, шишки и любые ненужные резиновые предметы. Черный дым от них будет виден издалека. Если вы оказались в пустыне без воды, но с едой, постарайтесь не есть ее как можно дольше. Чем больше вы едите, тем больше вам хочется пить. Организму необходима жидкость для переваривания пищи, поэтому он использует все ваши запасы. Человек способен выжить без еды гораздо дольше, чем без воды. Так что не бойтесь голода. Вы нашли в лесу огромную лужу грязной воды. Если вас мучает жажда, наполните этой водой бутылку и соорудите фильтр. Смастерите веревку из марли или куска одежды. Поместите один конец веревки в бутылку с грязной водой, а другой в пустую бутылку. Очень скоро чистая вода начнет перетекать в пустую бутылку через марлю. Прежде чем отправиться в поход, замените обычные шнурки шнурками из паракорда. Если вдруг вам будет не хватать длинной веревки, шнурки добавят вам пару лишних метров. Если вы заблудились в лесу и вам нечем согреться, соберите с земли с сухие листья и траву и проложите их между слоями вашей одежды. Это поможет вам сохранить тепло на долгое время. Если вы потерялись в пустыне, постарайтесь как можно меньше двигаться. Найдите тень или создайте ее из подручных материалов и сидите там до наступления темноты. Передвигаясь ночью, вы потратите намного меньше энергии и израсходуете меньше жидкости. Это также поможет вам избежать риска теплового удара. Если вы провалились под лед, не пытайтесь вылезти так, словно вы в бассейне. Если вы ухватитесь руками за лед и попытаетесь вытянуть себя из воды, лед может треснуть, а вы упадете обратно в воду. Нужно вытянуть руки параллельно поверхности льда, а ноги протянуть назад, чтобы они свободно плавали в воде. Находясь в горизонтальном положении, начните двигать ногами так, будто плывете. Осторожно передвигайте руки, не сильно опираясь на лед. Так у вас должно получиться выбраться. Если погода ветреная, а вы хотите развести костер, выкопайте две ямки рядом друг с другом и соедините их небольшим подземным туннелем. Разожгите огонь в одной из ямок. Ветер не сможет его потушить, а воздух к огню будет поступать через вторую ямку. Этот метод может также пригодиться, если вам нужно развести костер, не привлекая лишнего внимания. В темноте такой костер будет почти незаметен. Не выбрасывайте и не лопайте пузырчатую пленку. Возьмите ее в поход. Она защитит вас от холода не хуже самого толстого одеяла. Крошечные пузырьки воздуха – идеальные утеплители. Просто проложите пленку между слоями одежды, и тепло всегда будет с вами. Кроме того, пластик, из которого делается пленка, водостойкий, поэтому с ней вы еще и не промокнете. Когда вы плаваете в море, даже недалеко от берега вас может унести сильным течением. Если это случилось, самое главное правило – не пытаться плыть против течения. Вы лишь потратите силы и, скорее всего, не преодолеете течение. Вместо этого попробуйте плыть поперек течения, вдоль линии берега. Рано или поздно вы выберетесь из течения, а уже потом сможете благополучно добраться до берега. Если вы застряли в падающем лифте, не пытайтесь прыгать в момент столкновения. Не присаживайтесь и не вставайте на ноги. Вам нужно лечь на пол лицом в потолок, раздвинуть ноги как можно шире, накрыть лицо одной рукой, а вторую подложить под голову, чтобы ее защитить. В таком положении вы уменьшите давление на ваше тело во время падения. Вы заблудились. Спасательный вертолет кружит над лесом, а у вас нет ни сигнальной ракеты, ни времени развести костер. Воспользуйтесь зеркальцем или экраном телефона, чтобы отразить лучи солнца. Направьте луч прямо на вертолет. Спасатели заметят сигнал и прилетят к вам на помощь. Фух, вы находитесь в самом сердце Сахары и собираетесь принять участие в марафоне. Из этой точки нужно будет пройти 950 километров на восток до места встречи. Вы хотите доказать себе, что сможете выжить в любых условиях. Открытое море, ледяные земли Антарктиды, джунгли Амазонки – вы побывали везде. А теперь настала очередь пустыни. Ключом к успеху в любом путешествии является подготовка. Вы берете большой рюкзак, набитый необходимыми вещами. Маленький топорик для рубки сухих веток, компас, спальный мешок. На GPS полагаться не стоит, так как в пустыне связь может быть потеряна. Спички, аптечка первой помощи, таблетки для очистки воды, фонарик. Кроме того, вам понадобится шарф, бандана, герметичные очки, которые защищают глаза от песка и легкая одежда, в которой удобно передвигаться. А еще пригодится плащ или палатка. Все это нужно, чтобы защититься от песка и солнечного света. По той же причине желательно взять и перчатки. Нельзя есть очень питательную пищу, ведь чтобы ее переварить, организму требуется много энергии и жидкости. А в пустыне это самое важное. Диетические батончики или сухофрукты – вот отличные варианты. Кроме того, потребуется много воды. Мно-го воды. Лучше взять несколько бутылок поменьше, чем один большой контейнер, ведь если он повредится, можно остаться совсем без воды. А когда вода находится в нескольких емкостях, этот риск снижается. Рюкзак собран, и вы готовы начать свое путешествие. Вертолет доставляет вас в самый центр пустыни. Прежде всего, вы смазываете ноздри увлажняющим кремом, чтобы слизистая не высохла. Горячий воздух может обжечь нос, и лучше при этом не дышать ртом, чтобы не терять ценную влагу. Вы проходите несколько метров и останавливаетесь, было бы ошибкой путешествовать по такому жаркому месту днем. Вы начнете потеять и потеряете много жидкости, а запасы воды ограничены. Идеальное время для путешествий – вечером и ночью. В это время становится прохладно, нужно будет больше двигаться, чтобы согреться. Итак, вы находите старое поваленное дерево и привязываете к нему навес. Вы организовали тень, а это значит, что ваше спальное место готово. Важно двигаться как можно меньше, чтобы экономить энергию. Вы открываете карту и достаете компас. Затем вы проверяете маршрут, осматриваетесь и изучаете пустынный ландшафт, чтобы было легче в нем ориентироваться. Хочется выпить немного воды, но вы себя останавливаете. В течение 24 часов лучше не пить, чтобы тело перешло в режим выживания. Вы закрываете глаза и засыпаете. Песок летит прямо в лицо. Вы встаете и видите, что приближается песчаная буря. Дерево, возле которого вы спали, хрупкое и буря явно не выдержит. Нужно срочно найти какое-нибудь укрытие. Вы надеваете очки, повязываете шарф вокруг головы и смачиваете его, чтобы облегчить дыхание. Если бы у вас не было шарфа, пришлось бы закрывать лицо руками. Все части тела должны быть защищены одеждой. Крушечные песчинки с огромной скоростью сталкиваются с вашей кожей. Несмотря на защиту, вы чувствуете их на своем лице. Поблизости нет никакого укрытия, где можно было бы спрятаться. Ни больших камней, ни деревьев, совсем ничего. Теперь нужно найти холм. Во время шторма песчинки не только летают, но и отскакивают от земли и друг от друга. Когда вы находитесь на холме, большинство песчинок падает именно со склонов, так что там можно находиться в относительной безопасности. Нужно как можно скорее добраться до возвышенности, так как в таких условиях трудно передвигаться. Вы теряете слишком много энергии. Скорее всего, придется идти, повернувшись спиной к ветру, чтобы защитить лицо. А буря все усиливается. К счастью, вы уже поднялись на небольшой песчаный холм. Вы оборачиваете свою накидку вокруг тела и ждете. От усталости вы снова засыпаете. Проходит пара часов, вы открываете глаза и слышите тишину. Буря закончилась. Вы снимаете накидку, стряхиваете песок и осматриваете территорию. Вечереет и становится все прохладнее. Вы достаете компас с картой, чтобы проверить маршрут. Ну а затем обнаруживаете, что песчаная буря полностью изменила окружающий пейзаж. Трудно ориентироваться по карте, когда нет знакомых ориентиров. Можно легко сбиться с курса и заблудиться. Итак, вы не знаете, куда идти, но у вас есть вода и немного еды, и другие люди примерно знают ваше местоположение. В этом случае всегда лучше оставаться там, где вы находитесь. Вас начнут искать и в конце концов найдут. Вы не будете тратить впустую свою энергию и резервы. Но вы смотрите на компас, на карту и решаете идти на восток. Вы здесь, чтобы завершить марафон, чего бы это ни стоило. Ночь довольно холодная, но постоянное движение помогает вам согреться. Вы проверяете карманы и обнаруживаете, что потеряли спички. Затем вы видите впереди сухое дерево. Вы отрубаете несколько веток и привязываете их к своему рюкзаку. Во время прогулки вы оставляете на песке метки. Это воткнутые в землю ветки с привязанными к ним кусками ткани. Так можно помочь спасателям вас найти, если вы не доберетесь до места встречи. Уже рассвело и печет солнце. Вы находите другое дерево и с помощью палатки организуете тень, пьете немного воды и засыпаете. Ночью вы срезаете ветки дерева и снова идете по пустыне. Кажется, вы заблудились. Вода заканчивается быстрее, чем планировалось. Вы перекусываете энергетическим батончиком, и организму требуется еще больше воды. Самое главное в этой ситуации – сохранять спокойствие. Страх вас истощает. Вы пытаетесь представить, что пустыня – это ваш дом, и вы все здесь знаете. Это придает вам сил и уверенности. Вы находите развалины старого здания и прячетесь в его тени. После этого вы складываете ветки в одну кучу и поджигаете их с помощью зеркала. Вам нужен огонь, чтобы спасатели заметили дым. К сожалению, в небе нет вертолета. Вы продолжаете свой путь на следующую ночь и обнаруживаете, что осталась только одна бутылка воды. Вы стараетесь есть как можно меньше, чтобы ваше тело не тратило энергию на переваривание пищи. Это делает вас слабее. Теперь главная цель – как-то пополнить свои запасы. Для этого нужно дождаться рассвета. Затем вы посмотрите на небо, найдете облака и пойдете в их направлении. Там, где есть облака, должна быть жизнь и вода. Но очень скоро вы понимаете, что солнце слишком жаркое. Вы снова организуете тень. Совсем измучившись, вы ложитесь и быстро засыпаете. Солнце изменило положение и теперь светит прямо на вас. Его жар вас и будет. У вас совсем не осталось воды. Вы встаете и ищете какие-нибудь камни или растительность. Можно получить немного жидкости из травы, растений или кустарников. После дождей под камнями влага остается довольно долгой. Это стоит проверить, но только осторожно. Там могут прятаться скорпионы, змеи и пауки. Кроме того, нужно внимательно смотреть на песок, чтобы найти следы какого-нибудь животного или насекомого. Животные всегда идут к источникам воды и вам нужно следовать за ними. Но будьте очень внимательны. Это могут быть следы гепардов или африканских диких собак. А вы слишком ослабли, чтобы от них защититься. Нужно увидеть животных издалека и подождать, когда они напьются. Вы находите какие-то следы. В отдалении прогуливается стая пятнистых гиен. Вы медленно следуете за ними. Они ведут вас к оазису. Вы ждете пару часов, пока они не насытятся на водопое. Наконец, они покидают это место. И вы тоже можете утолить свою жажду. Не забудьте бросить воду очищающие таблетки. Ну а даже если у вас их нет, все равно нужно попить. В любом случае, хуже уже не будет. Кроме того, важно не пить сразу много. Ваше тело истощено и не может быстро перерабатывать много жидкости. Вы пьете медленно маленькими глотками. Такое ощущение, что это можно делать часами. Затем вы едите и наливаете воду в свои бутылки. Избавившись от чувства голода и жажды и чувствуя себя удовлетворенным и счастливым, вы снова засыпаете. У вас будет какой-то шум. Вертолет! Он пролетает прямо над вами. Вы кричите и машете руками, но спасатели вас не замечают. Разводить огонь уже слишком поздно. Вертолет вот-вот улетит. Думайте! Думайте! Вы достаете зеркало, ловите солнечный луч и направляете его на вертолет. Спасатели вас заметили. Вы спасены. Вы по шею в холодной воде. Вокруг у вас лед. Нужно как-то выбираться. От пребывания в ледяной воде организм испытывает шок. Вам хочется резко заглатывать воздух. Важно этого избежать. Просто постарайтесь держать голову над водой. Скорее сбросьте с себя все тяжелые вещи, такие как ботинки, куртка или рюкзак. Когда доплывете до кромки льда, не пытайтесь резко вылезти. Это не бассейн. Постарайтесь принять горизонтальное положение и используйте силу ног, чтобы выплыть плашмя на лед. Также пользуйтесь руками, чтобы поскорее вылезти. Как только окажетесь на твердой поверхности, откатитесь от края и отползите от него подальше, а затем встаньте и идите. Если вы отправляетесь на природу, стоит заранее подготовить некоторые вещи. Не лишним будет сделать стартер для розжига огня. Нагрейте воду в кастрюле, поставьте в нее стеклянный контейнер и растопите в нем парафин. Затем возьмите коробку из-под яиц и положите немного сухого ворса в каждое отделение. Залейте его парафином, дождитесь, когда все затвердеет и разрежьте коробку на части по отделениям. Теперь розжиг огня станет плевым делом. Зубная нить может быть очень полезна для выживания в дикой природе. Используйте ее как леску с язычком от консервной банки в качестве крючка. Или же можно сделать из нее бельевую веревку. Просто натяните ее между двумя деревьями. Нить не выглядит крепкой, но способна выдерживать более двух килограммов веса. Зубная нить также хорошо воспламеняется, поэтому ее можно использовать, чтобы развести огонь. Вы можете сделать очень прочную веревку с помощью простой пластиковой бутылки и пары ножниц. Если, конечно, захватите их с собой. Отрежьте горлышко бутылки, чтобы она выглядела как высокая и узкая чашка. Затем разрежьте ее, как некоторые очищают апельсин по спирали. Старайтесь все время придерживаться одинаковой толщины. Получится длинная и прочная пластиковая веревка. Вы сможете ее использовать, чтобы связать вместе палки и построить хижину. Или же можно обернуть ее вокруг рюкзака, если он порвется. Сахар не полезен для зубов, но обладает одной сверхспособностью. Просто нанесите немного сахара на кусок ткани и используйте ее как пластырь. О, вкусненько! Комары умеют портить людям жизнь. И на природе никуда не деться от этих назойливых насекомых. Но вы можете сделать свой собственный репеллент, который заставит их держаться на расстоянии. Все, что вам понадобится – это апельсин, лимон или любой другой цитрусовый фрукт. В цитрусах полно эфирных масел, а комары их не переносят. Очистите апельсин и потрите свою кожу кожурой. Главное, не забудьте размять кожуру заранее, чтобы помочь драгоценным эфирным маслам выйти наружу. Еще один хороший способ – отпугнуть комаров. Бросить апельсиновую корку в костер. Эфирные масла выделятся в воздух, и вы сможете спать спокойно. Вы проголодались, но вам нечем разжечь костер, чтобы приготовить еду? Вы верните карманы, там может быть что-то, что пригодится для разжига. Если у вас есть батарейка и фольга отживательной резинки – вы в деле. Отрежьте от обертки тонкую полоску, достаточно длинную, чтобы соединить две стороны батареи. Середина полоски должна быть тоньше концов. Возьмите немного сухой травы, веток или даже бумаги. Все это поможет разжечь огонь. Полоска фольги должна загореться сразу же, так что убедитесь, что все остальное у вас готове. Человек может удивительно долго обходиться без пищи, но не без воды. Где бы вы ни находились, из большинства водоемов пить небезопасно. Поэтому лучше сделать фильтр для воды своими руками. Начните с костра. Простого кипячения воды может быть недостаточно, поэтому как только зола остынет, измельчите ее в порошок. Не используйте пепел, который найдете в лесу. В нем может быть расплавленный пластик или что-то в этом роде. Затем вам понадобится пластиковая бутылка. Отрежьте дно и проделайте в крышке небольшое отверстие. Переверните бутылку вверх дном, насыпьте в нее несколько сантиметров древесного угля и медленно залейте кипяченую воду. Итак, вода готова к употреблению. Если в ней окажутся кусочки пепла и залып, просто оберните кусок чистой ткани вокруг крышки для дополнительной фильтрации. Труд может пригодиться, если вы заблудитесь в дикой природе. Чтобы его сделать, вам понадобится металлический контейнер с крышкой. Положите внутрь кусок ткани и поставьте емкость на огонь на несколько минут. Ткань должна почернеть по краям, но в целом остаться нетронутой. Труд загорается очень быстро, даже от старого доброго кремня. Если собираетесь туда, где водятся анаконды, слушайте внимательно. Держитесь подальше от мелких рек, потому что эти гигантские змеи любят там зависать. Если анаконда решит вас сжать, не выдыхайте воздух. При каждом выдохе змея сожмет вас чуть сильнее. Однако у анаконды есть слабое место. Она не любит, когда ее кусают за хвост. Знаю, не слишком аппетитный трюк, зато рабочий. Лавины могут быть очень мощными, так что запомните эти советы на случай, если окажетесь на склоне и что-то пойдет не так. Прежде всего прикройте рот. Используйте для этого шарф или какой-нибудь другой кусок ткани и не допускайте попадания снега. Держите одну руку прямо над головой и не забудьте выкопать небольшой карман перед лицом. Это позволит вам дышать около получаса. Избавьтесь от всего тяжелого, что вы несете, даже если это дорогие вещи. Но обязательно сохраните свой рюкзак. Это дополнительный слой защиты. И хватайтесь за дерево, если вдруг его увидите. Чтобы выбраться на поверхность, двигайтесь так, будто пытаетесь всплыть. Снег – это ведь просто вода. Если окажетесь в ловушке в тонущем автомобиле, не паникуйте и не пытайтесь открыть дверь. Давление воды снаружи будет слишком сильным. Вы потеряете ценную энергию, а дверь все равно не откроется. Лучший способ спастись – через окна. Опустить их и уплыть. Если плаваете вы так себе, вам пригодится самодельное плавучее приспособление. Например, пластиковый пакет с воздухом внутри. Главное, завяжите его плотным узлом. Пластиковая бутылка тоже подойдет, но одной бутылки будет недостаточно. Также можно использовать плащ или непромокаемые штаны. Пригодится даже перевернутое мусорное ведро. Если ночью посреди леса у вас возникнут какие-то проблемы с машиной, вам понадобится свет, чтобы видеть, что вы делаете. Вам поможет бутылка воды или даже банка огурцов в рассоле. Просто прислоните ее к фаре и вуаля! Вода будет рассеивать свет, и у вас получится все рассмотреть. В таких условиях вы сможете установить палатку или собрать хворост для костра. Стеклянные банки, те, что используются для соленых огурцов, очень удобны, когда дело доходит до хранения спичек. Если вы разбили лагерь в лесу, важно положить спички в сухое и безопасное место. Чтобы сделать такое хранилище еще удобнее, усовершенствуйте его крышку. Отрежьте полоски серы от спичечных коробков и приклейте их к крышке банки. Готовясь к большому приключению на свежем воздухе, не забудьте запастись темным шоколадом. Шоколад – не только самая вкусная еда для выживания, но и самая эффективная. Он насыщен калориями и помогает поддерживать хорошее настроение. И чтобы его съесть, вам не понадобится ни вилка, ни тарелка, ни костер. Ну и последнее на сегодня. Все еще не можете разжечь огонь? Помните тот пакетик чипсов, который вы припрятали от товарищей по лагерю? Кукурузные чипсы, которые вы так любите, не только радуют вкусовые рецепторы и окрашивают пальцы в странный цвет, но и обладают одним удивительным свойством. Они отлично подходят для разжигания костра. Чипсы легко воспламеняются, поэтому сложите их в небольшую горку и держите на готове сухую древесину. Они загорятся в считанные секунды. Со стороны поверхности этого озера выглядит зловеще. Голые стволы деревьев торчат из бирюзовой воды. Озеро окружено горами, что делает место тихим, но тревожным. Однако те, кто отважится погрузиться в эти воды, откроют для себя совершенно новый мир. Это не начало сказки, а реальная история озера Каинды, расположенного в Казахстане. В 1911 году в этом месте в результате землетрясения произошел крупный оползень. Образовавшаяся долина со временем заполнилась дождевой водой, практически затопив лес. Деревья, торчащие над водой, выглядят печально, но под поверхностью они напоминают подводный лес. Поскольку большую часть времени вода кристально чистая, вы можете наблюдать этот завораживающий вид даже с берега. Ледяная вода делает озеро коварным и даже опасным. Не забывайте о водорослях, затопленных деревьях и других растениях, которые могут превратиться в ловушки. Мало кто не любит горячую ванну, но кипящее озеро, о котором я вам сейчас расскажу, это уже перебор. Оно находится на Карибском острове Доминика, и его воды имеют температуру от 80 до 90 с лишним градусов Цельсия. И это только по краям, поскольку никто еще не осмелился добраться до середины озера, чтобы измерить его температуру. Правда, время от времени жара спадает, но никогда не знаешь, когда эти воды могут снова закипеть. Это место также опасно, так как там выделяется углекислый газ. Запах, поверьте, не из приятных, в основном из-за серы, которую удерживает влажный воздух. Это спокойное на первый взгляд озеро таит в себе опасный сюрприз. Озеро Манун находится на севере Камеруна. Это одно из немногих извергающихся озер на всей планете. Оно похоже на вулкан, и чаще всего оно начинает извергаться без предупреждения. В последний раз это было в 1894 году и привело к серьезному ущербу. Процесс напоминает встряхивание банки газировки, которую вы собираетесь открыть. На дне копятся опасные газы, и любое возмущение на поверхности может запустить их извержение. Озеро Натрон в Танзании стоит увидеть из-за его невероятной окраски. Но это определенно не то место, в котором вы захотите искупаться. Вода в озере очень соленая, при этом она полна водорослей, которые и отвечают за красноватый цвет. И это еще не самое рискованное. В озере Натрон уровень PH настолько высок, что приводит к коррозии. Если смочить в воде кусок окрашенного материала, он вскоре потеряет свой цвет. Такой высокий уровень кислотности способен серьезно повредить кожу человека. Но для некоторых существ это не проблема. На озере Натрон обитает более двух с половиной миллионов фламинго. Кислые и солноватые воды способствуют их выживанию. Поэтому неудивительно, что птицы предпочитают оставаться здесь. Опасность озера Никарагуа связана не с химическим составом воды, а с тем, кто в ней обитает. Это самое большое пресноводное озеро в Центральной Америке расположено на границе Коста-Рики и Никарагуа. На первый взгляд оно выглядит мирно, но из-за обитающих в нем бычьих акул я бы не рекомендовал купаться. Акулы непредсказуемые и порой пугающие существа. Кроме того, они очень прожорливы. Поначалу ученые считали, что этот вид акул водится только здесь. Но вскоре они выяснили, что люди видели таких же акул в Карибском море. Эти удивительные существа не только преодолевают расстояние в 200 километров, но и могут адаптироваться к пресной воде, что под силу далеко не всем морским рыбам. Большая голубая дыра Белиза выглядит как магнит для дайверов из-за своего роскошного темно-синего цвета и удобного расположения всего в 100 километрах от материка. Проблема в том, что под поверхностью этих спокойных вод скрывается запутанная сеть тоннелей, в которых обитает множество видов кораллов и других представителей дикой природы. Эти пещеры делают погружение в большую голубую дыру сложным и рискованным. Кроме того, специалисты обнаружили, что по мере приближения ко дну дыра резко становится необитаемой. Почему? Из-за скрытого слоя сероводорода, который простирается по всей ширине воронки. Там нет кислорода и ни одно существо не способно выжить. Озеро Ланьер – самое большое озеро в американском штате Джорджия. Ежегодно сюда приезжает множество людей – около 11 миллионов, то есть примерно столько же, сколько посещает Лувр в Париже. На этом озере происходит много несчастных случаев, и никто точно не знает, почему. Одно из объяснений может лежать под его поверхностью. Там множество обломков и мусора, включая лодки, садовые стулья и рыболовную леску. Все это создает подводную полосу препятствий, а плохая видимость на поверхности озера делает его сложным для навигации. Еще одно озеро, которое выглядит так, будто кто-то перестарался с фотошопом – большой призматический источник в Йеллоустонском национальном парке, который простирается на территории штатов Вайоминг, Монтана и Айдахо. Купаться здесь полностью запрещено. В центре температура достигает 87 градусов Цельсия, что близко к температуре кипения, а во внешнем кольце – 55 градусов. Отсюда и цвета, поскольку в центре вода слишком горячая, чтобы в ней могла зародиться жизнь. Ничто не ухудшает обзор. Отсутствие живых организмов создает яркий синий цвет, который выглядит почти нарисованным. На Кипре летом почти не бывает дождей, поэтому некоторые водоемы здесь настолько пересыхают, что в определенных местах выступает слой запекшейся соли. Так обстоит дело с соленым озером Ларнаки. Не обманывайтесь сказочным пейзажем. Эти земли могут стать ловушкой, потому что трудно понять, где здесь твердая поверхность, а где тонкий слой соли поверх воды или грязи. Более того, под коркой находятся соляные кристаллы, которые могут вызвать проблемы с кожей. Самоисанская дыра – одно из самых опасных мест для купания во всем Таиланде. Это связано с тем, что она очень глубокая, около 85 метров, и темная. Погрузившись туда, дайверы могут оказаться в местах с нулевой видимостью. Неудивительно, что многие люди путаются и не могут найти дорогу наверх. Самое большое озеро в Африке и третье по величине во всем мире называется озеро Виктория. Нельзя сказать, что все оно небезопасно для людей, но в некоторых его участках точно не стоит купаться. Почему? Отчасти потому, что оно имеет собственную изолированную погодную систему, а это делает погоду очень нестабильной. Она может превратиться из солнечной в штормовую в считанные секунды. Купаться в шторм – плохая идея, правда? Озеро Пустое расположено в Сибири, и его воды весьма холодны. Если вы посмотрите на озеро, то сначала не заметите ничего необычного. Неужели здесь все в порядке? Вряд ли, и люди стараются избегать купания в озере любой ценой, даже если холод их не пугает. Что же делает озеро Пустое загадочным и опасным? В нем никто не хочет жить, и ученым еще предстоит выяснить, почему. Они пытались заполнить озеро многими видами рыб и растений, чтобы узнать, смогут ли они выжить в этих водах, но результаты оказались неутешительными. Поскольку мы не знаем, что именно делает озеро непригодным для жизни, лучше в него не нырять. Не очень-то и хотелось. Мы отправляемся на Ближний Восток, в пустыню. Сейчас ночью повсюду царит темнота. За исключением одного места. Большой круг, который светится ярким оранжевым светом, называется кратер Дарваза. И это гигантская газовая горелка. Много лет назад геологи нашли здесь газ и начали его добывать, но при раскопках они наткнулись на пустоту под землей. Пустота обрушилась и образовался кратер шириной с половину футбольного поля, способный вместить пятиэтажный дом. Из трещин в кратере начал выходить газ, а поскольку рядом с этим местом часто паслись животные, геологи решили поджечь газовые потоки, чтобы истощить запасы. Геологи думали, что пожар закончится через день или два. Однако, как вы можете видеть, эти ворота в подземный мир горят уже почти 50 лет. В 2013 году человек впервые спустился на дно горящего кратера. Он собрал там множество различных образцов, и ученым удалось обнаружить бактерии, которые не встречаются больше нигде на земле. Им вполне комфортно на дне бесконечно горящей сковороды. В 2009 году житель итальянского города Лиакуила увидел мерцающие огни, которые словно танцевали над мощенной улицей. Он сразу понял, что нужно делать, и отвел свою семью в более безопасное место. Всего несколько секунд спустя на регион набрушилось землетрясение магнитудой 8,3 балла. Знания о странных огнях спасли жизнь ему и его семье. Так что же это за таинственные предупреждения? Веками люди интерпретировали такие огни как нечто потустороннее. Научное сообщество не принимало их всерьез, относя к ложным воспоминаниям, игре воображения или простым выдумкам. С появлением камер наблюдения и смартфонов появились и многочисленные доказательства. Связь стала очевидной. Там, где видят огни, происходит землетрясение. Поэтому эксперты наконец стали воспринимать их всерьез и решили выяснить природу явления. Но после многих лет исследований геологи так до конца и не разобрались, почему возникают огни. Однако они распознали пять их типов. Яркие вспышки, освещающие небо, которые похожи на грозовые молнии или сильную вспышку фотоаппарата. Лучи в небе, которые могут выглядеть как световые столбы. Пламя разного размера, пробивающиеся сквозь землю. Диффузное свечение над горами и медленно движущиеся шары света, которые можно по ошибке принять за шаровые молнии. Это, кстати, еще одно малопонятное атмосферное явление. Шарообразные молнии, которые плавают в воздухе и взрываются, оставляя после себя серный запах. В отличие от шаровых молний, эти круглые огни кажутся безвредными, если не считать того, что будет потом. Как бы то ни было, эксперты не знают, как именно огни связаны с землетрясениями. Они появляются не только перед землетрясением, но и иногда после. Они также сопровождают другие явления, такие как падение метеоритов, извержения вулканов или северные сияния. Пока ученые могут только выдвигать теории для объяснения необъяснимого. Одна из них утверждала, что огни — это электрические линии, оборванные во время землетрясения. Но эта теория не объясняла, почему люди видели такое свечение сотни и даже тысячи лет назад. Например, в древнем Китае была легенда о том, что облака, похожие на драконов, появлялись в небе, чтобы предупредить о грядущем землетрясении. Один древнеримский историк сообщил об огромных огнях, похожих на пламя, которые вспыхнули перед сильным землетрясением. Теорию об электрических линиях быстро отвергли. Согласно другой теории, это был газ. Во время землетрясения подземные породы расширяются и сжимаются под воздействием давления и тепла. При этом между ними открываются и закрываются небольшие пространства. Через эти отверстия выходят различные газы. Например, во время сейсмической активности может выделяться радон. Он ионизирует воздух, делая его электрически заряженным, но не настолько сильно, чтобы создавать вспышки света. Хорошая теория, но, к сожалению, не рабочая. Одна из самых распространенных гипотез гласит, что вспышки — это следствие электричества, поднимающегося из-под земли. Когда подземные магматические породы, те, которые формируются из магмы в глубинах нашей планеты, находятся под напряжением, они выделяют ионизированный или электрически заряженный кислород. Он проходит через поверхность и поднимается в атмосферу, где создает локальное электрическое поле. Это может привести к вспышкам видимого света. Некоторые из них даже могут затянуться на несколько минут. А вы тем временем прибыли на место. Вы ехали всю ночь, не выспались и здорово устали. Вы останавливаете машину и выходите, чтобы размяться. Вы смотрите на небо и видите прекрасный восход солнца. Стоп, подождите. На небе три солнца. Вы протираете глаза, но нет, на небе по-прежнему три яркие точки. Нет, нашу родную звезду не разорвало на три части. Также ее не посетили две другие звезды. Это явление называется паргелий. В основном оно возникает во время сильных морозов. Маленькие кристаллы льда искривляют свет. В результате вы можете увидеть в небе три ярких пятна вместо одного. Паргелий – это вариант гало. Обычно гало – это просто круг вокруг солнца. Но его можно увидеть даже ночью. Посмотрите на уличный фонарь и вы увидите яркий круг вокруг него. Иногда гало может иметь более причудливую форму. Если в воздухе много льда, свет искажается еще больше. Как в комнате с десятком зеркал. Тогда орел может принять форму человеческого глаза. Из-за этого явления возникает и ложный рассвет. Пока вы смотрите на горизонт, начинается рассвет и появляется краешек солнца. Еще немного и… Упс! Солнце растворяется в небе. Через несколько мгновений снова наступает темнота и только через минуту показывается настоящее солнце. Это тот же самый эффект искривления света, который вы видели раньше с тремя солнцами. Только теперь свет искривился вертикально, а не горизонтально. И вместо настоящего солнца появилось его отражение в кристаллах льда. Двигаемся дальше. Это облако похоже на динозавра. А это на кошку. А это что, собирается упасть? Нет, это всего лишь вымеобразное облако. Из-за его формы действительно может показаться, что куски облака вот-вот упадут на землю. Этого не произойдет, но вам все равно лучше начать искать укрытие. Такие облака – признак приближающейся сильной грозы. Чтобы они образовались, требуется много влажного воздуха с кристаллами льда в верхней части и сухого воздуха в нижней. Затем между слоями возникают вертикальные потоки воздуха. Благодаря этим течениям облака приобретают форму, которая напоминает человеческий мозг. А это гигантское облако похоже на купол, который накроет целый город. На самом деле именно это и произойдет. Огромное облако накрывает большую территорию, а затем на нее проливается сильный дождь. Иногда облачный фронт принимает причудливую форму, как на этих снимках. Облака напоминают не то гигантские спагетти, не то огромных облачных червей. Такое явление часто можно наблюдать в Австралии и называется оно «утренняя глория». Оно возникает, когда сильный ветер закручивает часть облака с обеих сторон, и тогда огромный лист воздушного теста разделяется на толстые полосы. Иногда в небе можно увидеть облака, состоящие из птиц. Ух ты! Это облако быстро движется и меняет форму. Оно становится более прозрачным, но затем снова делается плотнее и темнее. Кажется, что птицы участвуют в каком-то танце или представлении. Но они делают это не ради зрителей, собравшихся внизу. Таким образом они защищаются. Когда птицы группируются в облако, они отпугивают хищных птиц. Орлу или ястребу трудно выбрать цель среди бесконечного количества пернатых. К тому же они быстро перемещаются, прикрывая друг друга. Точно так же рыбы собираются в косяки. Такое облако может даже спугнуть голодного хищника. А теперь наденьте солнцезащитные очки и расслабьтесь. Следующее явление длится около 40 минут. Это те же самые облака, которые иногда вызывают жуткое кольцо вокруг луны ночью. Природа предупреждает о грядущих бедствиях разными способами. Изогнутые деревья могут означать, что надвигается оползень. Земля медленно движется, придавая деревьям причудливую фотогеничную форму. Держитесь от них подальше и найдите ровное место, если только вы не обладаете сверхчеловеческой силой. Еще одно мистическое явление можно увидеть в пустыне – песчаный водопад. Когда ветер приносит к краю каньона много песка, он начинает сыпаться вниз. Усильте этот эффект в сто раз, и вы получите песчаный водопад в Саудовской Аравии. Он похож на Ниагарский водопад, только здесь нет ни капли воды. Местные жители говорят, что этот феномен предупреждает о песчаной буре. Добро пожаловать на необитаемый остров! Как мы здесь оказались? Я не в курсе. Но мы должны продержаться пару дней, и я научу вас всему, что знаю. К счастью, куда бы я ни отправился, я всегда готов к подобной ситуации. И в этом волшебном рюкзаке у меня есть все, что нам может понадобиться для выживания. Первым делом, конечно же, нож, который пригодится во многих ситуациях. Вы окружены океаном, и у вас нет питьевой воды. Упс, я не положил в рюкзак воду. Но не паникуйте. Ваш самый надежный источник воды здесь – кокосы. Давайте соберем несколько штук. Если вам повезет, и вам попадутся зеленые кокосы, вы сможете разрезать их ножом. Это относительно просто. Но проблема в том, что они растут высоко на дереве. Вы можете забраться туда, чтобы достать парочку, но это будет нелегко. К счастью, когда кокосы созревают и становятся коричневыми, они падают с дерева. Вода внутри остается безопасной для питья в течение примерно девяти месяцев, поэтому вы можете подобрать кокос из земли. Спелые кокосы довольно трудно, открыть. Однако, если вам повезло, и у вас есть отвертка, будет гораздо проще. Кроме того, расколоть кокос можно камнем, но не забудьте предварительно завернуть его в полотенце или футболку. Помните, что нельзя пить кокосы без ограничения. Пейте не больше пяти коричневых кокосов в день, если не хотите получить расстройство желудка. Кстати, тоже относятся и к зеленым кокосом. После того, как вы выпьете коричневый кокос, не спешите его выбрасывать. Вы можете соскоблить белую часть и съесть ее, она абсолютно съедобна. Признаюсь, у меня не было с собой посуды, но тут снова пригодился кокос. Его можно превратить в миску. После того, как вы его разрежете, у вас останутся кусочки в форме миски. Начните с удаления мякоти изнутри, пока не останется только скорлупа. Это будет ваша миска, и мы сделаем ее красивой. Соскребите волоски с помощью ножа. Затем вы можете протереть миску песком, чтобы сделать ее более гладкой. В последнюю очередь отполируйте ее мякотью самого кокоса. Содержащиеся в ней масла сделают вашу чашу блестящей и красивой. Хорошо, но теперь самое главное умение. Это, конечно же, добывать огонь. Я всегда ношу с собой пару зажигалок и коробок спичек, чтобы облегчить задачу. Но вам стоит научиться разводить огонь без них. Найдите гибкую деревянную палку и привяжите к ней эластичный шнур вот так, чтобы было похоже на лук. Если у вас нет нейлонового шнура, подойдет обычный шнурок. Обязательно направляйтесь в путешествие в обуви со шнурками. Найдите кусок сухого твердого дерева. Это будет ваше сверло. Вам нужно обмотать вокруг него тетиву лука, чтобы создать трение. Уприте сверло в деревяшку с выемкой. Также вам понадобится еще один кусок дерева, которым вы будете придерживать сверло сверху. В нем тоже должно быть углубление, чтобы вам было легче создавать трение. Итак, вот как это работает. Доска держит сверло, а вы накручиваете тетиву вокруг него таким образом. Сверху вы удерживаете сверло второй дощечкой. Затем вы начинаете двигать лук, потирая тетивой вокруг сверла и создавая трение. Оно начнет нагреваться, и в конце концов вы получите уголь. Теперь вам нужно осторожно поднести его к розжигу и подуть, пытаясь разжечь огонь. В первый раз сделать это будет трудно. Но после того, как вы освоитесь, вы сможете разжечь огонь меньше, чем за пять минут. А теперь, когда у нас есть огонь, нам нужна еда. Очевидный выбор отправиться на рыбалку. Итак, в моем волшебном рюкзаке есть набор для рыбалки. Это всего лишь маленькая коробочка с крючками и леской, но она нам здорово поможет. Остальное зависит от практики и навыков. Если вам удастся поймать рыбу, ее нужно будет приготовить. А это проще простого, ведь у вас есть и рыба, и огонь. Заверните рыбу в кокосовые листья, обвяжите корой и положите на угли. Подождите минут 20, но перед едой убедитесь, что рыба хорошо прожарилась. Проткните рыбу под углом вилкой или зубочисткой и аккуратно покрутите в самом толстом месте. Если рыба приготовилась, мякоть будет легко отслаиваться. Приятного аппетита! С заходом солнца все меняется. Вы должны быть готовы к ночи, поэтому в течение дня нужно сделать укрытие из палок и пальмовых листьев. Куски коры можно использовать в качестве веревок, но лучше пройтись вдоль берега. Скорее всего, туда вынесло много мусора, и кое-что из этого наверняка пригодится. Если вы отправляетесь на остров, захватите устройства, которые помогут вам не потеряться. У меня кое-что есть. Это многофункциональные водонепроницаемые часы, которые я купил в интернете. Кроме циферблата, в них есть компас, термометр, скребок, свисток и даже гнива. Да, вы зря провозились два часа с деревяшками, но я хотел вас научить. Итак, возьмите часы с собой, когда пойдете в джунгли. Нам нужен материал для укрытия. Палки, кора и пальмовые листья, которые на самом деле труднее сорвать с дерева, чем вы можете себе представить. Подойдут и сухие, лежащие на земле. Сделайте крышу-убежище из пальмовых листьев и покройте ими пол, чтобы вам было удобнее лежать. Но будьте осторожны. Убедитесь, что в листьях нет змей, пауков или скорпионов. Вы же не хотите, чтобы они были в вашей постели, а? Ночью просыпаются насекомые и многие другие существа, и они будут рады присоединиться к вам в вашем убежище. Костер и термитники вокруг убежища, если они есть, помогут отпугнуть хотя бы часть непрошенных гостей. Другие все равно могут пробраться внутрь, забраться под вашу одежду, пройтись по вам и укусить. Ха, пора заглянуть в волшебный рюкзак. Здесь у меня спальный мешок для выживания. Его длина в сложенном виде всего 10 сантиметров. Он не занимает много места, но он прочный, водонепроницаемый и сохраняет тепло тела. Кроме того, герметичные швы не пропускают воду, ветер и насекомых. Купить такой мешок можно в интернете. А, и вот еще что. Не разводите костер прямо перед входом в убежище, иначе придется дышать дымом всю ночь. Ну что, все готово. Вот еще пара советов по выживанию. Телефон, который вы наверняка возьмете с собой, без сигнала будет довольно бесполезен, но не совсем. Экран телефона можно использовать, чтобы отражать солнечный или лунный свет и посылать сигналы СОС. В условиях ограниченного запаса воды старайтесь держать свое тело в прохладе. Время от времени окунайтесь в океан, чтобы оно не перегрелось и не наступило обезвоживание. И, конечно, всегда имейте при себе аптечку. Это последний предмет в моем рюкзаке. Свою аптечку я также купил в интернете. Это водонепроницаемая сумка с ножницами, пластырями, пинцетом, бинтами, ну и так далее. Довольно полезная вещь в дикой природе. Счастливого выживания! Хотя я надеюсь, что вам никогда не придется по-настоящему выживать на необитаемом острове. Вы наконец-то сделали это! После всех этих тренировок вы готовы к своему первому прыжку с парашютом. Полной уверенности вы подходите к двери самолета, когда он набирает высоту 3600 метров. Вы делаете шаг в воздух и в последнюю секунду слышите, как инструктор что-то кричит «Простите, я не проверил ваш парашют!». Вы его не слышите, но, обернувшись напоследок, видите его обеспокоенное лицо. Похоже, что-то пошло не так. Вы дергаете за кольцо, чтобы выпустить парашют, но он раскрывается неправильно, превратившись в большой комок, а вы вращаетесь все быстрее и быстрее. У вас начинает кружиться голова, но вам нужно взять себя в руки. Каждая секунда имеет решающее значение, а с такой высотой у вас меньше минуты, чтобы действовать. Вы растопыриваете в стороны руки и ноги, чтобы они образовали большую букву «Х». Это создает чуть большее сопротивление, позволяя вам немного стабилизироваться. Ситуация, мягко говоря, напряженная, но теперь у вас есть больше времени, чтобы добраться до запасного парашюта. Голова все еще кружится от вращения, а вы пытаетесь вспомнить, где он находится. Вы хватаете, как вам кажется, правильный ремень и сильно тянете за него. О нет, это ножной ремень. Вы ослабили крепеж на спине и теперь вы скальзываете. Это не ваш счастливый день. Вы собираетесь и затягиваете ножной ремень. Наконец, вы вспоминаете, чему вас учили. Шаг первый. Отстегнуть основной парашют с помощью красного кольца. Готово. Теперь вы снова в свободном падении. Шаг второй. Найти серебристое кольцо, чтобы раскрыть запасной парашют. Нужно поторопиться. Земля мчится на вас. Ну где же это кольцо? Опа! Вот оно. На груди слева. Вы резко дергаете за него. Та-да! Вылетает парашют. Раскрывается и резко замедляет ваш спуск. Вы чувствуете облегчение. Дух захватывает, да? Сердце колотится. О, да! Наконец-то вы можете насладиться видом в течение примерно 10 секунд, прежде чем приземлиться. Мягко. На ноги. А что? Было весело. На следующий день вы решаете не идти по лестнице, как обычно, а воспользоваться лифтом. Вероятность того, что он упадет, один к десяти миллионам. В 10 раз больше шансов, что в вас ударит молния. Но сегодня вам и лифту не везет. Когда вы спускаетесь с пятого этажа, система шкивов выходит из строя. Трос обрывается, и лифт начинает падать. Вы быстро ложитесь на спину, положив одну руку на голову, чтобы защитить ее от удара, а другую на лицо, чтобы уберечь его от возможных падающих предметов. Вы равномерно расставляете ноги. Всего за пару секунд вы настраиваетесь на удар. Лифт ударяется о землю, и вокруг вас падают обломки. Фантастическая работа. Вы избежали травм. А что бы было, если бы вы подпрыгнули во время падения? Хм, ну давайте представим. Если вы прыгнете слишком рано, удар для вас будет более сильным, так как ваша скорость будет выше. А если вы прыгнете слишком поздно, то ударитесь головой в момент падения кабины на землю. Вам нужно прыгнуть в строго определенный момент. Но без способности видеть сквозь сталь, выбрать его можно только на удачу. В общем, лежачий метод надежнее, а лестницы тем более. По пути на работу вы проезжаете по тому же мосту, что и в любой другой день. Сегодня машин больше, чем обычно, и вы застреваете в пробке. Мост начинает скрипеть. К сожалению, есть вероятность, что из-за конструктивных недостатков мост разрушится под действием перегрузки. Это ваш случай. Мост падает в реку, и ваш автомобиль уже плавает в воде. Вода вокруг вас медленно поднимается по мере того, как машина начинает тонуть. Вы пытаетесь сохранять спокойствие и делаете глубокий вдох. У вас есть не более двух минут, прежде чем машина полностью утонет. Вам нужно действовать быстро и опустить окно. Отстегнув ремень безопасности, вы замечаете, что вода поднялась выше окон. Вы пытаетесь их опустить, но они застряли на месте от давления. Вы упустили свой шанс. Вы погружаетесь все глубже и думаете о том, чтобы открыть дверь. Хм, лучше не надо. Это заставит ваш автомобиль погружаться еще быстрее. К тому же, выходить сейчас опасно. Машина опускается на дно, и вода медленно затекает в нее. Вы пытаетесь открыть дверь, но давление настолько сильное, что она не поддается. Вы думаете о воде, которая проникает внутрь. Если немного подождать, воды станет больше. Она отрегулирует давление, и, возможно, у вас получится открыть дверь. Но риск слишком велик. Что, если воздуха останется мало, а вы так и не сможете открыть дверь? Лучше разбить окно. Вы легко справляетесь с этой задачей благодаря напору воды, и она прорывается внутрь. Вы делаете последний глубокий вдох, держась за край окна. Машина быстро наполняется, и поток воды внезапно прекращается. Вы выбираетесь через окно, становитесь на машину, отталкиваетесь от нее ногами и выплываете на поверхность. Пожалуй, не стоит ездить с вами в одной машине. Вы отправляетесь в поход в лес и находите идеальное место, чтобы полюбоваться закатом. Вы делаете отличные фото, но... Подождите, как попасть обратно в лагерь? Уже темнеет. А вы понятия не имеете, как сюда попали. Вы проверяете телефон. В нем есть карта, значит, вы в безопасности, верно? Но вы сделали слишком много снимков природы, и батарея разрядилась. В суровую погоду вы можете прожить без укрытия до трех часов. Вы можете обходиться без воды в течение трех дней и до трех недель без еды. Вам нужно продумать дальнейшие действия в порядке их важности. Ваша первая задача — построить убежище. Вы прислоняете большую палку к дереву. Это опора для крыши. Затем вы строите две стены по бокам, чтобы получился прочный каркас. В лесу много листьев, и вы покрываете ими крышу для изоляции и защиты. Внутри вы сооружаете толстый матрас из листьев. Вы заходите внутрь и ждете утро, надеясь выспаться. Спите вы ужасно, но нет времени оставить отзыв в приложении для бронирования. Следующая задача — найти воду. Вы идете вниз по склону и в конце концов находите ручей. Чистая вода есть! Вы идете по течению ручья, надеясь, что он приведет вас к реке. Люди и признаки цивилизации чаще всего встречаются у крупных водоемов. Проходит несколько часов, и у вас начинает урчать в животе. Вы осматриваетесь в поиске чего-нибудь съедобного. Здесь есть ягоды и грибы, но вы их не узнаете. Лучше не есть что-то, что может быть ядовито. Вы ищете жуков под старыми бревнами и ветками. Вы находите несколько мучных червей, которых можно есть сырыми. Некоторые насекомые, если их приготовить, могут быть хорошим источником железа, белка и витамина В12. Вы смотрите на своих червей, и аппетит пропадает. Может быть позже? Наконец ручей впадает в реку, и чуть дальше вы видите мост. Не тот, который упал. Вы спасены. Вы выбрасываете червей и начинаете следующее приключение — поиск закусочной. Да, в поход я с вами тоже не пойду. Вы идете по полю. Ветер усиливается, и недалеко от вас формируется торнадо. Вы начинаете убегать от него, но он гонится за вами со скоростью до 100 км в час. Давайте признаемся, вас больше всего беспокоит не сам торнадо, а деревья и здания, которые захватывают смерч, превращая в опасные летающие объекты. Они летят с сумасшедшей скоростью, так как их несет стремительный ветер, достигающий 480 км в час. Вы ищете укрытие, но вокруг ничего нет. Единственный вариант — канава, не окруженная деревьями и другими предметами, которые могут разрушиться. Вы ложитесь в нее и накрываете голову курткой, прижимая ее руками для защиты. Пока вы лежите плашмя, вокруг вас раздается грохот, и вам кажется, что вы находитесь в гигантском реактивном двигателе. Шум стоит ужасный, но, к счастью, вы не находитесь на пути торнадо. Вы слышите, как мелкие обломки со свистом проносятся над вашей головой и с чем-то сталкиваются. Главное, что не с вами. Вы лежите и контролируете свое дыхание, чтобы не впасть в панику. Вы не встаете, так как худшее еще может быть впереди. Торнадо обычно длится от нескольких секунд до часа. Вы не рискуете и проводите в канаве целый час. Когда становится ясно, что все затихло, вы отряхиваетесь и отправляетесь домой. Да уж, вам капитально не везет. Поэтому я лучше удалю вас из контактов и списка друзей, как только выйду из больницы. Невезение заразно. Здравствуйте, уважаемые гости, и добро пожаловать в наш аквариум. Здесь вы увидите самых опасных морских и океанических существ. Вы можете запросто столкнуться с ними во время прогулки по пляжу. Так что смотрите, пожалуйста, внимательно. И, возможно, в дальнейшем вы сможете избежать крупных неприятностей. Это рыба или камень? Это рыба-камень. А еще ее называют бородавчатка или синанцея. Если вы увлекаетесь дайвингом и наблюдаете за подводным миром, то, возможно, уже с ней встречались, сами того не заметив. Ее практически невозможно отличить от настоящего камня из-за ее серой окраски и пятнистого вида. Особенно, если ваши очки для подводного плавания немного запотели. Итак, лучше быть внимательнее, потому что в противном случае последствия могут быть плачевными, поскольку рыба-камень – самая ядовитая из известных рыб. Лишь некоторые виды этих рыб обитают в реках, а большая их часть предпочитает коралловые рифы в тропических районах Тихого и Индийского океанов. В ее иглообразных шипах спинного плавника содержится сильный яд. Чаще всего пловцы просто не замечают эту рыбу и наступают на нее в воде или на пляже. Да, вам не обязательно находиться в воде, чтобы случайно наткнуться на эту рыбу. Поскольку они могут прекрасно пребывать до 24 часов вне воды, на пляже тоже нужно внимательно смотреть, куда вы наступаете. Те, кто испытал на себе действия ядовитой рыбы-камень, описывают свой опыт как крайне неприятный. Ее яд может привести к заражению, а иногда даже вызывает шок и паралич. Однако, несмотря на свою страшную репутацию, каменная рыба съедобна, если ее правильно приготовить. При нагревании ее яд разрушается, и рыбу-камень подают в составе сашими. Для этого нужно удалить ее спины и плавники – основной источник яда. Это существо выглядит так, словно появилось из научно-фантастического фильма, но оно вполне реально. Это синекольчатый осьминог. Несмотря на небольшой размер, который варьируется от 12 до 20 сантиметров, включая и щупальца, осьминоги ядовитые. И их яд может нанести серьезный урон 26 людям за несколько минут. Синекольчатые осьминоги водятся в Тихом и Индийском океанах, от Японии до Австралии, и обитают на коралловых рифах и каменистых участках морского дна. Иногда они попадаются в приливных бассейнах и зарослях водорослей. Синекольчатые осьминоги не агрессивны. Когда они не ищут пищу, крабов и креветок и не находятся в поисках пары, то прячутся в морском мусоре, раковинах или расщелинах. Они становятся опасными, если только их спровоцировать или загнать в угол. При приближении угрозы они становятся ярко-желтыми, а по всему телу у них появляются синие радужные кольца, предупреждающие потенциальных хищников. Их яд действует незаметно, и его действие никак не ощущается, пока не станет слишком поздно. Яд синекольчатого осьминога может вызвать головокружение, потерю чувств и моторики, и в конечном счете паралич. Так что лучше держаться от них как можно дальше. Нет, это не цветочный букет, так что не пытайтесь это сорвать или понюхать. Это морское существо цветочный еж. Он может выглядеть великолепно, однако в 2014 году он попал в книгу рекордов Гиннесса как самый опасный морской еж. Цветочные ежи обитают в тропических районах индо-западной части Тихого океана и встречаются среди коралловых рифов, скал, песка и зарослей водорослей на глубине от нуля до девяносто метров. Наиболее заметной их особенностью являются педицеллярии, защитные органы в форме когтей, которые также встречаются у морских звезд. Что отличает цветочных ежей от любых других морских ежей, так это тот факт, что их педицеллярия, как следует из названия, похожа на цветок розовато-белого или желтовато-белого цвета с центральной фиолетовой точкой. И под этими цветами находятся короткие шипы. Однако, многие морские ежи доставляют свой яд через шипы. Но цветочные ежи делают это через свои педицеллярии или цветы. Если их не тревожить, кончики этих цветов обычно расширяются в круглые чашообразные формы. На их поверхности находятся крошечные сенсоры, с помощью которых они определяют угрозы. И как только они соприкасаются с угрозой, цветы немедленно закрываются и начинают впрыскивать яд. Маленькие коготки цветов могут даже отрываться от стеблей, прилипать к месту контакта и продолжать впрыскивать яд на протяжении нескольких часов. Ах! Это выглядит как огромная лужа растаявшего малинового мороженого. Ах, если бы. Это волосистая цианея, которую еще называют гигантской медузой или арктической цианеей. Они любят прохладные воды, поэтому в основном встречаются в Северном Ледовитом океане, Северной Атлантике и в Северной части Тихого океана, реже у Британских островов и в Скандинавских водах. Волосистая цианея самый крупный из всех известных видов медуз. Он получил свое название из-за длинных волосоподобных щупалец, которые вырастают до трех метров. И хотя средний размер колокола этой медузы составляет около 50 сантиметров, иногда они могут достигать диаметра более двух метров. Самая крупная из таких медуз была замечена в 1865 году у берегов Массачусетса. Ее щупальца были длиной около 36 метров с диаметром 2 метра. Это куда длиннее, чем синий кит. Когда волосистая цианея охотится, она вытягивает щупальца, создавая для жертвы ловушку. И поскольку у нее около 1200 стрекательных щупалец, редкая рыба может их избежать. Для людей эти щупальца не представляют большой опасности, но все же лучше не встречаться с ними, потому что это может быть весьма болезненно. И если вы увидите подобную медузу на берегу, лучше к ней не прикасаться, так как ее щупальца сохраняют способность жалить весьма длительное время даже вне воды. Забавный факт. Такая медуза даже фигурирует в рассказе о Шерлоке Холмсе «Приключения львиной гривы». Однако, больше никаких спойлеров. И последнее морское существо, которое вы сегодня увидите — морская змея. Змеи отличаются от угрей. Существует 69 известных видов морских змей. Большинство из них встречаются в тропических и субтропических водах Индийского и Тихого океанов, где они живут уже миллионы лет. Чтобы все упростить, ученые разделили морских змей на две категории — на змей и на крайтов. В то время, как морские змеи проводят почти все свое время в море, морские крайты могут проводить некоторое время и на суше. Если вы увидите на пляже змею, можно определить, сухопутная это змея или морская, взглянув на ее хвост. Если он похож на весло, то это морская змея. Главное — всегда соблюдать дистанцию. Морские змеи регулярно всплывают на поверхность, чтобы подышать, так как у них нет жабр. Вот почему на них можно легко наткнуться во время плавания. В этом случае лучше побыстрее оттуда уплыть, потому что у многих морских змей яда больше, чем у кобры или гремучей змеи. Но нападают они лишь в том случае, если их спровоцировать. Кстати, морские змеи — единственные рептилии, которые рожают в океанах. Большинство морских змей держат яйца внутри себя и во время плавания дают жизнь почти полностью сформировавшимся змеям, кроме желтогубого плоскохвоста, который выползает на сушу, чтобы отложить яйца. Помните рыбу-камень? Вот на них-то и охотятся морские змеи. Такая вот пищевая цепочка. Представьте такую ситуацию. Вы идете домой после вечеринки и вдруг слышите позади себя шаги. Вы оборачиваетесь и видите, что кто-то направляется к вам. Вы думаете про себя. За мной кто-то следит? Если когда-нибудь окажетесь в таком положении, ускорьте шаг. Если человек сзади тоже ускорился, значит, ваши подозрения верны. Старайтесь как можно чаще сворачивать на другую улицу. Через три или четыре поворота вы уже вернетесь на изначальную дорогу. Зато так вы убедитесь, что человек преследует вас, поскольку у него нет причин обходить половину района вслед за вами. В момент, когда будете заворачивать за угол, начинайте бежать, пока преследователь не потеряет вас из виду. Если мимо будут проходить люди, скажите громко «Привет!» и притворитесь, что это ваши друзья. Сообщите им, что вас преследуют и спросите, могут ли они пройти с вами в более людное место, откуда вы сможете добраться домой. Не заходите в дом или квартиру, когда за вами следят, даже если вам предложат помощь целая группа людей. Если злоумышленник узнает, где вы живете, он сможет вернуться позже или подождать, пока вы уйдете. Но давайте предположим, что на улице никого нет, а вас продолжают преследовать. Если вы одеты в толстовку с капюшоном, заправьте капюшон в свитер. Если волосы собраны в конский хвост или пучок, распустите их. Так преследователю будет сложнее схватить вас за волосы или потянуть за одежду. Если вы свернули с оживленной улицы раньше, притворитесь, что что-то забыли, похлопав себя по карманам. Скажите вслух, «Так, где мой кошелек?» Затем начните идти еще быстрее в противоположном направлении. Человека без кошелька на многолюдной улице преследовать не будут. Никогда не говорите, что потеряли ключи, они вам пригодятся позже. Не доставайте телефон и не отправляйте сообщения. Из-за света экрана вам будет сложнее привыкнуть к темноте. Кроме того, так вы значительно замедлитесь. Хорошенько осмотритесь и выясните точное местоположение. Пока идете, прочитайте название улицы, посмотрите на номера домов и на магазины и здания вокруг. Эти подробности вам понадобятся позже. Если от преследования не оторваться, а улица, по которой вы идете, кажется бесконечной, обернитесь и посмотрите на своего последователя. Обратите внимание на одежду, глаза, рост и возраст. Черная толстовка с капюшоном, темные синие брюки, зеленая бейсболка. Так вы сможете предоставить полиции более точное описание, а злоумышленник поймет, что вы его заметили. Недоброжелатели часто полагаются на эффект неожиданности, а долгий зрительный контакт отнимает его. Так вы застигнете преследователя врасплох, и, возможно, он передумает нападать. Стойте прямо, расправьте плечи, поднимите подбородок. Вы должны излучать уверенность. Злоумышленникам это не нравится. Допустим, парень в зеленой кепке все же решится подойти к вам и попросить о чем-нибудь. Поддерживайте постоянный зрительный контакт. Если он спросит у вас путь, не смотрите вниз или в сторону и не отвлекайтесь на телефон. Просто скажите, что вы не знаете дороги. Такой вопрос звучит очень подозрительно, ведь у кого в современном мире нет телефона с картой? Если вы несете книги или сумки с покупками, будьте готовы бросить их, как только почувствуете, что что-то не так. Теперь вам понадобятся ключи. Поместите их в ладони так, чтобы зубья ключей торчали из кулака. Если случится худшее, у вас будет хоть что-то острое, чтобы защититься. Не молчите, поднимите шум, кричите «пожар» вместо «помогите». Люди реагируют на это слово чаще. Кроме того, никто не захочет преследовать вас, когда вы кричите во все горло и привлекаете внимание. Если преследователь достаточно далеко, достаньте телефон и позвоните в полицию. Тут-то вам и понадобится информация об улице, на которой вы находитесь, в вашем местоположении и зданиях вокруг. Оставайтесь на связи с диспетчером и следуйте его инструкциям. Другой возможный сценарий, когда кто-то следит за вами в толпе. В таком случае попробуйте добраться до продуктового магазина или любого другого места, где вы сможете затеряться. Если ваша верхняя одежда отличается по цвету от рубашки, снимите ее. Так вас будет труднее опознать. Если вы зайдете в ресторан, а ваш преследователь настроен решительно, он войдет внутрь и будет ждать вас там. Один из вариантов – пойти в уборную и подождать там 5-10 минут. Есть вероятность, что злоумышленник уйдет. Если вы выйдете, а он все еще там, встаньте в очередь, закажите что-нибудь и небрежно сообщите одному из сотрудников, что за вами следят. Они наверняка что-нибудь предпримут и будут приглядывать за вами. Возьмите свой заказ и сядьте за стол. Позвоните семье или друзьям, скажите, где вы находитесь, чтобы они могли приехать и забрать вас или составить вам компанию. Пока вы ждете, попробуйте зевать. Если тот человек тоже зевнет, значит, он наблюдал за вами, ведь зевота заразительно. Притворитесь, что смотрите на свои часы. Если преследователь взглянет на свои, значит, он действительно за вами наблюдает. Мы инстинктивно подражаем человеку, на котором сосредоточено наше внимание. Чтобы обхитрить преследователя, выйдите из кафе и пройдитесь немного по улице, пока не потеряетесь из виду. Затем, как только злоумышленник выйдет, возвращайтесь в кофейню. У него не будет причин возвращаться, если вы не его цель. Когда за вами кто-нибудь придет, попросите персонал проводить вас к запасному выходу. Не ходите в одиночку. Держитесь оживленных улиц и всегда следите за тем, что происходит вокруг. Вы же помните, что жизнь не ограничивается телефоном и соцсетями. Шучу. Я надеюсь, что с вами никогда не случится такого, но лучше всегда быть готовым к чему угодно. Это конец! Вы упаковываете все, что можете в первые попавшиеся сумки. Еда, одежда, банные принадлежности. Параллельно вы слушаете новости. На экране твое дело вспыхивают красные предупреждения. Вы смотрите на часы и знаете, что время пришло. Вы даже не успели собрать все вещи. Вы выскакиваете из дома и видите, что все остальные торопливо тащат чемоданы. Забираетесь в машину и едете так быстро, как можете, уворачиваясь от бегающих повсюду людей. Наконец прибываете в укромное место в лесу. Вы годами строили собственный бункер. Он способен выдержать самые ужасные неприятности. Торнадо, ураганы, извержение вулканов. Хотелось бы верить, что и падение астероида тоже. Вы бежите к бункеру, скрытому за кустами и деревьями. Никто не поймет, что здесь что-нибудь есть. Дверь похожа на те, что стоят в банковских хранилищах, за которыми лежат горы денег. За ней расположена лестница, которая спускается на 9 метров вниз через темный тоннель. Первым делом вы запускаете систему электроснабжения. Она работает от мощных аккумуляторов, подпитываемых солнечными панелями наверху. На крайний случай у вас есть топливный генератор. Вы надеетесь, что он не пригодится, но ваш девиз «Лучше перестраховаться». Сам бункер построен из бетона и металла для обеспечения максимальной прочности. Толщина стен несколько метров. Наконец, можно вздохнуть с облегчением. Вы успели как раз вовремя. Внезапно Земля начинает вибрировать. Стены дрожат. Сердце замирает от страха, когда дверцы шкафов открываются, и запасы еды летят на пол. Вы просчитались? Выдержит ли убежище? Астероид упал далеко от вашего укрытия, но такое чувство, что он свалился прямо на вас. Звук оглушает, и кажется, что ударным волнам не будет конца. Мигает свет. Поднявшаяся пыль застилает глаза и заполняет легкие. Вы хватаете маску и успеваете подумать, что это конец. Бункер не выдержит. По крайней мере, вы попытались. Месяц спустя. Вы готовите завтрак после очередной бессонной ночи. К счастью, еды у вас более чем достаточно. Еще и разнообразный. Консервированный тунец, кукуруза, говядина, фасоль, сардины. Есть и сухие продукты. Рис, сухое молоко, макароны, спагетти и даже сладости, мед и шоколад. Вы даже побаловали себя газировкой и соком, но большую часть напитков составляет вода. Это место было и будет для вас домом ближайшие… кто знает, недели, месяцы, годы. От этой мысли по спине пробегают мурашки. По крайней мере, вы выбрали идеальное место. В глубине материка, далеко от берега, поэтому возможные приливные волны не должны затопить убежище. Вы даже не представляете, как выглядит мир снаружи, лишь бы не как вторая часть истории динозавров. Вам нужно отвлечься, чтобы не думать о худшем сценарии. Вы обходите дом, как настоящий риэлтор, проводящий экскурсию потенциальным покупателям. На входе у вас жилые помещения. Диван и кофейный столик со старыми журналами и настольными играми. Перед вами небольшой телевизор с плоским экраном и DVD-плеер. Интернет, увы, не работает, но для развлечения у вас припасены фильмы. На столе рядом стоит радио и телекоммуникационный динамик. Ваши рот и уши во внешний мир. Еще у вас есть библиотека, заполненная всевозможными книгами. Классика, современные авторы, самые разные жанры, лишь бы вам было интересно. А если ничто из этого не поможет вам скоротать время, всегда есть игровые приставки, подключенные к телевизору. Ах да, и еще спортзал. Довольно скромный, просто беговая дорожка и несколько гантелей. Вы стараетесь побольше заниматься кардио и тяжелой атлетикой, чтобы не терять здоровье и форму. Относительно человека, который живет под землей как крот. Естественно, у вас есть кухня. Здесь установлен вместительный мини-холодильник, раковины из нержавейки и много ящиков для хранения продуктов. Вы оборудовали свое убежище водопроводом и трубами, по которым течет чистая питьевая вода. Рабочий туалет, раковина и душевая кабина, подключенная к насосу горячей воды. Здесь есть даже стиральная машина и сушилка. И небольшая мастерская. Если что-то сломается, вы сможете это починить. При необходимости вы можете соорудить что-нибудь из подручных материалов. Стол или стул, например, или фигурку, чтобы стояла на полке и составляла компанию. Внизу расположена еще одна важная часть бункера – теплица. она работает на лампах с искусственным солнечным светом по очевидным причинам. Вам было бы намного хуже, если бы у вас не было свежих фруктов и овощей. Она работает на самообеспечении. Гнилые или испорченные продукты превращаются в компост для удобрения почвы. О животном белке не может быть и речи. Киноа, фасоль, чечевица, нут, грибы. Вот ваш белок. А если вы получаете не все необходимые организму минералы, у вас заготовлены добавки. Витамин D очень важен для того, что живет без солнца под землей. Недалеко от маленькой подземной фермы расположена спальня. Там есть двуспальная кровать, прикроватная тумбочка справа и небольшой шкаф слева. У вас не так уж много одежды, но кто заметит, если вы наденете один и тот же наряд дважды? Клещи? Вы спускаетесь по лестнице и попадаете в генераторную. Она не зря расположена так глубоко и оборудована звукоизоляцией. Генератор периодически запускается, издавая немало шума. А еще он подключен к системе вентиляции, которая выводит выхлоп наружу. Есть еще дыхательная комната. Все эти странные ящики и насосы добывают кислород с поверхности. Продвинутая система фильтрации очищает воздух перед подачей в убежище. Внизу находится кладовая. Здесь лежат запасные части для всего. Дополнительный диван, матрас, раковины, даже две морозильные камеры для замороженных продуктов. Просто на всякий случай. Как же выглядит день в бункере? Сперва вы готовите завтрак и наслаждаетесь чашечкой кофе. Затем отправляетесь к радио, чтобы узнать, есть ли новости от внешнего мира. Пока что все глухо. Закончив со связью, вы спускаетесь в теплицу и занимаетесь огородом. Вам нравится проводить здесь время. Такое чувство, что вы оказались на природе. Хотя бы ненадолго. Собрав спелые овощи, вы идете на кухню, чтобы их помыть. Так незаметно наступает обед. Вы готовите аппетитный салат из огурцов, помидоров и листьев салата. Немного свеклы на гарнир, макароны, вкуснятина. После обеда вы включаете DVD, который давно не смотрели. После фильма делаете быстрый обход и проверяете уровень кислорода и воды. Сегодня у вас еще запланирована проверка генератора. Вы отправляетесь в подвал, чтобы взглянуть на уровень топлива и кислородные фильтры. Пока все хорошо. Но вас тревожит даже мысль о том, чтобы продолжать жить в убежище. Что если кончится топливо? Еще несколько часов вы возитесь в мастерской. Сейчас вам ничего не нужно чинить, да и творческого настроения особенно нет, поэтому вы идете в спортзал. Сегодня тренируем ноги. Ух, ужасная вещь. Что-то никогда не меняется. Вы не замечаете, как приходит время ужина. Подогреваете лапшу и устраиваетесь в гостиной, включая музыку в проигрыватели. Это место обошлось вам чуть больше, чем в 100 тысяч долларов. От выкапывания участка до строительства и установки систем, необходимых и это не учитывая еду и развлечения, которые вы покупали отдельно. Да, вам повезло. С этой роскошью жизнь просто прекрасна. Почти. Снаружи уже месяц никаких новостей. Вы всегда были слегка интровертом, но это место начинает на вас давить. Вам становится одиноко. От грустных мыслей вас отвлекает звук радио. Статика? Нет, приглушенный голос. Кто-то пытается с вами связаться. Вы бросаетесь к рации, едва не спотыкаясь от шока. Ха! Мы это сделали! Вас переполняют эмоции! Вы даже привыкли жить под землей! Но наконец-то пора открыть дверь и сделать шаг наружу. Наконец-то вы выбрались на природу и впереди вас ждут приятные и размеренные дни прогулок и медитативного отдыха вдали от цивилизации. Вы долго шли и уже забрались довольно далеко. Самое время разбить лагерь. Куда ни посмотри. Всюду вокруг лишь густой лес и подходящего места, чтобы поставить палатку, пока не видно. Наконец вы замечаете красивый зеленый участок. На нем совсем нет деревьев, лишь какие-то небольшие и редкие кусты. Вы очень рады, что смогли найти такое уютное место и тут же начинаете ставить палатку. Земля вокруг необыкновенно мягкая и ровная, но вас это не слишком беспокоит. Тем более, что колышки входят в землю как нож в масло. К тому времени, как вы заканчиваете, уже темнеет, поэтому вы забираетесь в палатку и залезаете в свой уютный спальный мешок. Вы просыпаетесь от странного чувства, будто что-то не так. Ощущение, что вы лежите в луже? Вы начинаете извиваться в своем спальном мешке. Да он же просто полностью промок. С невероятной скоростью вы выбегаете из палатки и видите, что она начала погружаться под землю. Оказывается, вы разбили лагерь на болоте. Кстати, вам повезло. Болото не всегда легко определить. Иногда его вообще не видно до тех пор, пока вы не окажетесь уже по колено в грязи и неприятностях. Выбраться оттуда может быть весьма непросто. Мох и корни создают мягкую прослойку, которая медленно затягивает вас, и когда вы попытаетесь вытащить ноги, можно запросто остаться без ботинок. Определить лесное болото довольно легко, если знать, что мха и редких кустов, велика вероятность, что это болото. Вы также можете проверить это и осторожно наступить на землю. Если она начнет пружинить, лучше держаться подальше. Еще одна причина, по которой болото может быть опасно, это, как ни странно, лесной пожар. Если вы остановитесь слишком близко к болоту и разведете костер, огонь может быстро распространиться, особенно если будет сильный ветер. то потушить ее будет практически невозможно. Всегда держитесь на безопасном расстоянии от любого болота, прежде чем разжигать костер. Еще одна весьма распространенная ошибка при разбивке лагеря в дикой природе – не смотреть вверх. Предположим, вы нашли твердую почву, чтобы поставить палатку, очистили ее от шишек и камней и убедились, что поблизости нет муравейников. Вы же не хотите, чтобы кто-нибудь забрался ночью в ваш спальный мешок. к которому прислонена ваша палатка защищает вас от ветра и дождя. Вы готовитесь ко сну и выключаете походный свет, и вдруг ваша палатка начинает сотрясаться, будто на вас напал дикий зверь. Сбитые с толку вы вылезаете наружу и видите, что на вашу палатку упала огромная ветка. Самое обидное, что это можно было легко предвидеть, просто нужно было сначала посмотреть вверх, прежде чем разбивать лагерь. Большие гнилые ветки легко заметить, и никогда не стоит ставить прямо под ними. Ветка может упасть в любой момент, и вам очень повезет, если она не порвет вашу палатку и не причинит вам вред. Каждый год десятки туристов совершают такую ошибку и частенько дорого за нее расплачиваются. Взгляд вверх также поможет вам убедиться, что над вами нет осиных гнезд или паучьих сетей. Они могут оказаться даже хуже веток, потому что осы не любят, когда их беспокоят, а пауки могут оказаться ядовитыми. Если вы увидели красивую речку и решили разбить лагерь на берегу, обратите особое внимание на то, где именно вы ставите свою палатку. Если держаться слишком близко к воде, особенно весной или осенью, скорее всего, посреди ночи вы окажетесь на плаву. Всегда заранее смотрите прогноз погоды на день и ночь. Если есть хоть какая-то вероятность дождя, лучше держаться подальше от любых водоемов, особенно рек. Из-за дождя вода может подняться, выйти из берегов, затопить ваш маленький лагерь и испортить вам отдых. Но даже если вы разбили лагерь далеко от воды, дождь все равно может все испортить. Скажем, вы снова находитесь глубоко в лесу, и кроны деревьев защищают вас от непогоды. Осадки все еще попадают на лесную подстилку, но, по крайней мере, все не так плохо, как на открытом месте. На следующую ночь, когда вы разбиваете лагерь в другом месте, вы чувствуете, что земля стала мягкой и упругой. Но это не болото. Просто из-за вчерашнего дождя почва стала рыхлой. Если вы находитесь в таком месте, лучше переместитесь в более твердое место. Дело в том, что мягкая и рыхлая почва может в любой момент поехать. Это движение не так опасно, как если бы вы находились в болоте, но колышки вашей палатки тоже могут ослабнуть, и вы окажетесь погребенными под целой грудой тряпья, которая раньше была вашей палаткой. А если вы решили разбить свой лагерь в уютной долине, и дождь начинается тогда, когда вы уже находитесь там, что ж, самое время приготовиться к приятному плаванию. Вся вода, естественно, потечет вниз и к вашему убежищу, и в конце концов проложит себе путь и под вашей палаткой. Неудивительно, что проснувшись, вы окажетесь в дождевой воде по самую шею. Какое прекрасное место для отдыха. Оно находится на самой вершине холма, так что поблизости нет воды, светит солнце, и нет ни одного дерева, которое могло бы его заслонить. Загар здесь будет просто потрясающим. Ну, по крайней мере, так вам будет казаться первые несколько часов. Но когда вы пробудете здесь чуть подольше, то поймете, насколько ошибочным было это решение. Прямые солнечные лучи могут серьезно нагреть вашу палатку всего за несколько часов из-за материалов, из которых она сделана. И вы почувствуете это, как только заползете внутрь. Скажем, вряд ли вам захочется оставаться там до тех пор, пока не наступит ночь и палатка не остынет. То же самое и с ветром. На открытом месте порывы могут достигать сумасшедшей скорости. И если вы не были осторожны, забивая колышки, можно попрощаться со своей палаткой раньше времени. Лучше всего найти место рядом с деревом, которое защитит вас и от солнца, и от ветра. Тем не менее, не поддавайтесь искушению разбить лагерь возле одинокого дерева. Особенно учитывая прогноз погоды. Если надвигается серьезная гроза, одиноко стоящее дерево послужит громоотводом. Нетрудно представить, что будет, если молния ударит в дерево, под которым вы расположились. Эй, а вы можете неплохо от этого подзарядиться. Во время зимнего кемпинга погода может быть еще более коварной. Помните, мы с вами обсуждали прямой солнечный свет? Забудьте об этом. Зимой будет лучше, чтобы солнце светило как раз на вашу палатку. Холод может добраться до вас независимо от того, насколько у вас дорогое или крутое убежище. А в холодное время года ветры, как правило, гораздо более свирепы. Прямые солнечные лучи помогут вам справиться с большей частью холода. Одна из наиболее распространенных ошибок туристов – разжигание костра слишком близко к палатке. Да, материал палатки хорошо проводит тепло. И это здорово. Но он также может легко загореться. Иногда достаточно одной искры, чтобы палатка сгорела дотла. Убедитесь, что между вашей палаткой и костром достаточно места и никогда не оставляйте костер без присмотра. Перед тем, как лечь спать, нужно обязательно потушить огонь, чтобы потом не пришлось просыпаться в пылающем аду. Насекомые могут испортить даже самый увлекательный поход. Комары, муравьи, клещи могут пробраться к вам в палатку, где бы вы ни находились. Поэтому убедитесь, что вы надежно от них защищены. Используйте репелленты для кожи, когда выходите наружу, и ставьте спираль от насекомых рядом со входом в палатку. Однако не ставьте ее слишком близко или внутри палатки. Запах от нее слишком сильный, а еще это может стать причиной пожара. Чтобы избежать проблем с комарами и особенно с клещами, старайтесь держаться подальше от озер, прудов и густых лесов, где могут находиться болота. Комары размножаются в стоячей воде, поэтому участки вокруг таких бассейнов просто изобилуют крылатыми вредителями. Но при ветре им трудно летать, поэтому лучше всего выбирать открытые места, чтобы от них избавиться. Не позволяйте им доставать вас. В эфире очередной выпуск передачи «Наука и вы». Представьте, что во время прогулки по дикой природе и сухих кустов вдруг выпрыгивает змея и кусает вас чуть выше лодыжки. Весьма прискорбно. Сохраняйте спокойствие. Необходимо поддерживать частоту сердечных сокращений и кровяное давление на низком уровне, чтобы замедлить распространение яда. Снимите обувь и носки. Теперь нужно выяснить, был ли это укус ядовитой или неядовитой змеи. Если вы видите на ноге две глубокие колотые раны, то они были нанесены ядовитыми клыками. Укус неядовитой змеи характеризуется следами маленьких острых зубов в форме подковы. Существует около 600 видов ядовитых змей, среди которых особенно нужно остерегаться гадюк и кобор. Каждая из них имеет свой тип яда, который требует разных методов лечения. Если вас укусит гадюка, не давите на рану. Задержание яда в одной области может усугубить повреждение тканей. Как можно скорее отправляйтесь в ближайшую больницу. Если кого-то укусит кобра, необходимо крепко перевязать область выше укуса бинтом, чтобы остановить распространение яда. Присматривайте за пострадавшим, чтобы убедиться, что он дышит, ведь яд кобры может парализовать диафрагму. Не высасывайте яд из раны. Он так быстро проникает в организм, что этим вы ничего не добьетесь. Внимательно осмотрите змею и если сможете, сфотографируйте ее, чтобы показать в больнице. Постарайтесь сделать качественное фото. Переходим от змей к аллергии. Большинство людей реагируют на аллергены насморком или чиханием, но у некоторых реакция гораздо сложнее. Зудящая сыпь это один из признаков аллергической реакции. Она может выглядеть как дерматит и внезапно появиться через неделю после контакта с аллергеном. Несколько лет назад был зафиксирован редкий случай, когда пациенту впервые поставили бракеты, а через неделю у него появилась зудящая сыпь на запястье и животе. Как потом оказалось, это была аллергена никель в бракетах. Если у вас на коже появились волдыри после пары часов, проведенных на солнце, вероятно, это не солнечный ожог, а самая настоящая аллергическая реакция. У вас также могут появиться крошечные выпуклые бугорки, небольшое покраснение кожи и шелушение. Если это случится, срочно отправляйтесь в отделение неотложной помощи. Эксперты возьмут у вас анализы и дадут совет, что делать дальше. Иногда аллергию могут вызвать лекарства, а также фрукты или овощи, такие как лайм или пастернак. Если у вас аллергия на пыльцу, держитесь подальше от фруктов и овощей. Некоторые из них содержат белки, подобные тем, что есть в пыльце, и ваша иммунная система реагирует на них, как на настоящую пыльцу. Они могут вызвать классические симптомы аллергии – зуд, отек рта, лица и… ну и в общем, вы поняли. Если вы сильно порезали руку, первым делом нужно вызвать скорую помощь. Пока она едет, поднимите руку и наложите на порез чистую повязку. Не снимайте ее сами, пусть это позже сделают врачи или медсестры. Если повязки недостаточно, чтобы остановить кровотечение, не убирайте ее, а усильте давление и продолжайте зажимать рану. Вы должны знать, где находятся главные артерии в вашем теле, чтобы надавить на них в экстренной ситуации и остановить кровотечение. Если порез находится на предплечье, надавите на плечевую артерию верхней части руки. Если он у вас на ладони, надавите на лучевую артерию на запястье. А теперь вы застряли в машине во время метели. На улице холодно и вы начинаете дрожать. Это очень хорошо, когда температура падает ниже комфортной отметки, ваше тело начинает сотрясаться. Это действие повышает выработку тепла на поверхности тела на 500%. Но дрожь может согреть вас только на некоторое время. Скоро в ваших мышцах закончится топливо и они перестанут сокращаться. Если кто-то вдруг перестает дрожать и начинает засыпать от усталости, действовать нужно быстро. Занесите человека в дом, снимите с него всю мокрую одежду, разотрите руки и ноги. Заверните в одеяло и найдите теплые сухие компрессы, чтобы приложить их к груди, шее или нижней части живота. Никогда не кладите теплый компресс на руки или ноги. Это заставит холодную кровь вернуться к сердцу, мозгу и легким, что приведет к резкому снижению температуры тела. Вы едете по пустой дороге и вдруг слышите экстренный прогноз погоды. Риск торнадо в вашем районе означает, что торнадо скорее всего произойдет. А предупреждение о торнадо значит, что вихрь уже появился на радаре или был где-то замечен. Вы должны подготовиться к тому, что может пойти град. Он появляется, когда восходящие потоки внутри грозы загоняют дождь в густые облака, где вода замерзает. Но когда приближается торнадо, град может пойти и без дождя. Затем все затихает. Воздух становится неподвижным без малейшего дуновения ветра. Вдруг вы видите, как облака начинают быстро вращаться по кругу или по направлению к небу. Вы слышите громкий звук водопада, который превращается в рев по мере приближения торнадо. Это похоже на шум поезда или самолета. Начинают падать разные обломки, а облако в виде гигантской воронки вращается, подбрасывая вверх ветки и листья. Если вихрь не движется ни влево, ни вправо, он может приближаться к вам, и вы этого не поймете, пока не окажетесь слишком близко. Срочно в укрытие. Когда вы валяетесь дома перед телевизором, до вас доносится жутковатый свистящий звук. Похоже на порыв ветра, но проверив двери, вы убеждаете, что все вроде бы в порядке. На следующий день вы чувствуете боль в груди, которая постепенно усиливается. Затем боль сменяется жуткой слабостью. Вы уверены, что что-то не так с вашим телом, но проблема в вашем доме. Скорее всего, у вас происходит утечка угарного газа. Когда этот газ заполняет дом, он накапливается в вашей кровеносной системе и заменяет в теле кислород. Отравление угарным газом может вызвать головную боль, тошноту и спутанность сознания. В таких случаях нужно бежать на улицу, чтобы вдохнуть свежий воздух и вызвать скорую помощь. На всякий случай найдите детектор угарного газа и установите его в коридоре или там, где вы спите. Проверяйте батареи два раза в год, а если сработает сигнализация, выходите на улицу. Вы уже знаете, куда звонить в этой ситуации. Вы катаетесь на коньках. Внезапно оказывается, что лед на озере не такой толстый, как вы думали. Слышится треск и вы проваливаетесь в ледяную воду. Во-первых, ваше тело будет в шоке из-за внезапного изменения температуры. Не волнуйтесь, это пройдет через одну-три минуты. Теперь вы должны найти большой кусок льда и схватиться за него. Не пытайтесь карабкаться, просто положите на него руки и работайте ногами, толкая кусок вперед. Это поможет вам заползти на лед. Как только вы окажетесь на льдине, не вставайте. Если вы это сделаете, вес вашего тела сконцентрируется на меньшей площади льда и тот снова треснет. Просто плывите на льдине, пока не доберетесь до стабильной поверхности. Что делать, если нужно разбить окно горящей машины? Окна автомобиля сконструированы таким образом, чтобы противостоять силе удара. Поступайте следующим образом. Не пытайтесь разбить лобовое стекло или заднее окно. Они крепче всего. Ваша цель – боковые окна со стороны пассажира или водителя. Если у вас есть молоток, не бейте по стеклу посередине. Цельтесь в края, там стекло разбить легче. Если окна не разбиваются ни молотком, ни отверткой, ни чем бы то ни было еще, ищите маленький заостренный камень. Если и это не сработает, то лучшее решение – автомобильная свеча зажигания. Поднимите капот, вытащите свечу, сломайте фарфоровый корпус и швырните в стекло керамическую часть. Наконец, в разгар лета вы отдыхаете на океанском побережье. Внезапно вы чувствуете сильное землетрясение. Что ж, это похоже на первое предупреждение о приближающемся цунами. Кроме того, землетрясение может вызвать большие волны диаметром в тысячи километров. Но есть и другие признаки приближения цунами. Например, изменение уровня воды, когда он резко повышается или, наоборот, понижается. Если вы видите, что океан быстро уходит и обнажается морское дно, вам нужно как можно скорее убежать от берега как минимум на полтора километра и найти возвышенность высотой не менее тридцати метров. Эксперты говорят, что когда морская вода начинает отступать, у вас остается примерно пять минут, чтобы эвакуироваться и избежать встречи с огромной волной. Помните, наука и вы не даст вам пропасть? Вы идете по пляжу к воде, но сегодня все выглядит немного иначе. Вода ярко-зеленая, а нос заполняет узнаваемый едкий запах тухлых яиц. Может, стоит подойти поближе и взглянуть, что это за странное явление? Остановитесь сейчас же, пока не поздно. То, что вы видите, называется вредным цветением водорослей или просто цветением водорослей и приближаться к нему очень плохая идея. Такое цветение образуют водоросли, способные выделять токсичные газы. Это делает популярные туристические места безлюдными и попросту опасными. Придя на пляж у моря или озера, вы можете заметить что-то похожее на сине-зеленую пену, плавающую на поверхность воды или прямо под ней. Или это может напоминать разводы ярко-зеленой краски. Некоторые цветения, которые называются красными приливами, могут окрашивать воду в коричневый или красный. В любом случае, как только заметите что-то подобное, постарайтесь держаться подальше, приструните любопытство и не отправляйтесь исследовать неизвестное. Когда водоросли разлагаются, под коркой остаются очаги токсичного газообразного сероводорода. Если вы по незнанию наступите на такой кармашек, газ высвободится, и вы можете случайно его вдохнуть. Достаточно сказать, что это может закончиться трагически. На некоторых пляжах бульдозеры собирают эти водоросли в самосвалы и отвозят в специальные центры. Там работники сушат отходы и избавляются от них. Иногда такие центры приходится временно закрывать. Водоросли, смешанные с песком и грязью, пахнут настолько ужасно, что это зловоние мешает местным жителям спать по ночам. Существует три типа опасных водорослей, способных образовывать вредное цветение. Цианобактерии, динофлагеляты и диатомии. Все они состоят из крохотных плавающих форм жизни, которые используют солнечный свет, чтобы создавать себе еду. Сине-зеленые цветения водорослей вызывают цианобактерии. Они производят опасные токсины, разрушающие нервную ткань. Все бывает настолько плохо, что водоочистные сооружения не справляются с устранением яда. Тогда местным жителям советуют не использовать проточную воду. Динофлагеляты и один вид диатомии отвечают за образование красных приливов. Чаще всего они появляются в океанских заливах. Для формирования красного цветения водорослей вода должна быть теплой, соленой и богатой питательными веществами. Такие цветения высвобождают огромное количество различных токсинов. В Техасе, США красные приливы раньше случались раз в десятилетие. Теперь они возникают каждые три года. Во Флориде красное цветение водорослей случается ежегодно. Длинные, тонкие диатомии тоже способны выделять токсичные вещества, которые вредят людям. Даже хуже, если некоторые моллюски, скажем, морские черенки, съедают большое количество такого планктона, они тоже становятся ядовитыми. Приготовление их на ужин может привести к катастрофе. Это одна из причин, почему ведется мониторинг морских вод. Если уровень токсина повышается слишком сильно, на пляжах запрещают сбор моллюсков. Вредное цветение водорослей может длиться от нескольких дней до пары месяцев. Водоросли забирают кислород из воды, провоцируя исчезновение морской жизни, но становится еще хуже, когда микробы начинают разлагать водоросли под конец цветения. Они потребляют еще больше кислорода, и никакая рыба этого не выдерживает. В итоге огромные участки воды почти полностью лишаются кислорода и любой растительной и животной жизни. Вредное цветение водорослей случается в регионах, где вода перенасыщена питательными веществами. И самые распространенные из этих веществ поступают из сельскохозяйственной и других промышленностей. Вдобавок зимние мусоны стали теплее и теперь несут больше влаги. Это позволяет водорослям собираться в огромные колонии. Некоторые из них настолько велики, что густые зеленые завитки можно увидеть из космоса. Но не все цветения водорослей опасны. Некоторые просто придают воде ужасный вкус, меняют ее цвет или производят неприятный запах. К сожалению, невозможно отличить токсичные водоросли от безвредных только по внешнему виду. Водоросли не единственные организмы, которые выглядят обманчиво безобидно. Представляем вам других морских обитателей, к которым нельзя прикасаться. Медуза ируканджи, обитающая в Австралии, крошечная и на вид совершенно безвредная. Но внешность обманчива, и эта малютка размером с человеческий ноготь смертельно опасна. Во время сезона медуз, который длится с ноября по май, из-за этих крошечных существ закрывается множество пляжей. Особенно опасными медуз делает миниатюрный размер. Вы попросту не увидите их во время купания. Упс. Синий кольчатый осьминог выглядит не просто безобидно. Он завораживает своей красотой. Но не дайте внешности вас обмануть. Вы не захотите побеспокоить это относительно создания длиной 20 сантиметров. В нем достаточно яда, чтобы убить 26 взрослых в считанные минуты. А когда животное чувствует, что ему угрожают, думаю, вы сами знаете исход. В то же время, если его не трогать, осьминог совершенно смирный. Печально известная куба-медуза. Названная так из-за формы тела обитает в Индийском и Тихом океанах. Держитесь подальше от существа с квадратным кополом и длинными свисающими щупальцами. И даже если вы увидите всего одно щупальце, плавающее отдельно от медузы, не приближайтесь к нему и не трогайте. Куба-медуза способна вырастать до 3 метров, и на каждом ее щупальце расположено около 500 тысяч микроскопических гарпунов для введения яда. В отличие от других медуз, эти являются охотниками. Они способны схватить вас, обернув тонкими щупальцами конечности или тела. Учитывая, насколько опасен их яд, опыт окажется не из приятных. Морская звезда Терновый венец получила название из-за ядовитых шипов, покрывающих все ее тело. Будучи второй по величине морской звездой в мире, она может вырастать до 51 сантиметра в диаметре. Эти существа питаются кораллами, причем в больших количествах. Одна голодная звезда может съесть более девяти квадратных метров кораллов за год. А еще у них рождается много детенышей. Они откладывают более пятисот миллионов яиц за раз. Вот это производительность. Некрупный синий пятнистый скат обитает в основном в тропических водах Индийского и западной части Тихого океана, рядом с попадает потрясающим окрасом. Желтый с ярко-синими пятнами по всему телу и несколькими синими полосками на хвосте. Несмотря на его красоту, стоит помнить и об опасности. Скат может ранить вас ядовитыми шипами на хвосте. Вы можете столкнуться с крылаткой в южной части Тихого океана и в Карибском море. Несмотря на распространенное убеждение, готовить и есть эту рыбу вполне безопасно. в которых содержится яд. Если вы увлекаетесь коллекционированием ракушек, вам стоит запомнить морских конусов. Эти улитки длиной около 10 сантиметров выглядят очень мило, но внешность обманчива, особенно если речь заходит о тропических видах. Представьте, что вы нашли и подобрали красивую раковину. Вы не боитесь, потому что перчатки для дайвинга кажутся идеальной защитой, но у конусов есть крошечные игольчатые выступы, которые выдвигаются гурпуны легко проникают сквозь ткань водолазных костюмов. Но хуже всего, что в яде содержатся болеутоляющие. Вы даже не поймете, что вас ужалили. Токсоп неустес попал в книгу рекордов Гиннесса как самый опасный морской еж на планете. Эти создания живут в индийском и западной части Тихого океана. И хоть еж цветок и похож на украшение любого аквариума, никогда и ни за что не прикасаетесь к нему. В одном еже достаточно яда, чтобы сделать ваш отпуск до ужаса неприятным или коротким. Бородавчатка самая ядовитая в мире рыба. Мастер камуфляжа. Она так хорошо сливается с окружением, что вы не заметите ее, даже если будете присматриваться. Из-за чего наступить на нее проще простого. Как только рыба чувствует опасность, например, когда вы пытаетесь ее раздавить, она выпускает ядовитые шипы, растущие вдоль спины. Чем больше давление, тем больше яда она производит. А еще она остается опасной, даже если ее вытащить из воды. Индонезийская рыба-игла не ядовита. У нее нет острых зубов и, скорее всего, она будет держаться от вас подальше. Опасность кроется в форме ее тела. В конце концов, не зря ее называют иглой. Рыба-игла плавает у поверхности. В случае опасности она выпрыгивает из воды, при этом ее скорость может достигать 60 километров в час. Длинные острые челюсти превращают рыбу в летающее копье. Полосатый хирург получил свое название из-за шипов, растущих у основания хвоста. Когда рыба чувствует опасность, она шевелит хвостом, обнажая скальпелеобразные шипы. Если вы не поторопитесь убраться подальше, то можете получить несколько неприятных порезов. А некоторые виды, к тому же, ядовиты. Хорошо вам повеселиться на пляже.